Алло, здоров, здоров. Алло, алло, здоров. Да, сейчас, секунду, звук я подстрою. Раз, два, три, звук. А, все норм вроде, нормально, ребят. Как слышно, скажите, все нормально, по идее, должно быть слышно. Ну, рассказывай. Ну, нормально, что, приехал позавчера ночью. Поспал чуть-чуть, ну, мало. Ну, в первый день было тяжело, выспаться нормально, там, после перелета, джетлаг. Вот, но я потом пришел, потрениться, как бы, вчера 8 часов уже постримил оттуда. Вот. В общем, ну, какие там, компы вообще шикарные, такого ни на одном лане нет. То есть, это супер новые компы, там, разрешение 4К, HD, как бы, там, видюха GTX 1070, там, супер, ну, вообще, ну, просто, вообще, просто бомба компы. Там, FPS нереальный. Плюс, у каждого игрока кресла вот эти, ну, знаешь, которые обычно только на сцене. Ага. Вот, а тут будет каждый игрок в таких креслах сидеть. То есть, ну, вообще, шикарные условия, в принципе. Вот. Вот, ну, вчера потренился, ну, чё, из Америки пинг меньше 90 мс, то есть, до европейского сервера. Вот, поэтому неудивительно, что не иблет играет на Европе стабильно. А, то есть, прям 90 до Европы? Прикольно. Да, вообще, вообще не чувствуется, то есть, ни лагов, ни пинга, ничего. Просто, как, ну, у меня примерно такой же коннект из Москвы до Европы, то есть, я не знаю. В общем, нормально, что тут играть, сейчас вот игры скоро начнутся, сейчас я пока, ну, в месте проживания, но мне тут 10 минут идти, вот, поэтому. А там, Энет, у тебя есть гостишки, да, в этой, получается? Ну, это не гостишка, это просто квартира, ну, не квартира, таунхаус большой, то есть, тут я комнату снимаю за 20 долларов в день. Ну, тут, в принципе, просторно, плюс все удобства есть, там, кухня, что хочешь, вот. Все понятно. Да, чего сказать хотел? Да, ну, в общем, я еще по погоде хотел сказать, думал, такой приехал в первый день, думал, ну, Америка, там, у них жарко, думаю. Типа, такой, в летнюю оделся, там, летние кроссовки, там, осенняя куртка, думаю. А, что, мы не боимся, в общем, замерз в Нью-Йорке, когда. Когда только приехал, там надо было в Нью-Йорке доехать до автобуса, там, сесть, потом, ну, подождать автобус, сесть до Филадельфии, короче. Вот, пока все это происходило, замерз нафиг, там, было минус один, но, но, по ощущениям, как минус 15, наверное, было реально. Ну, океан рядом, да, слушай, я как-то раз, ну, утка гонял давно в 12-м году на МЛГ тоже вот в Нью-Йорке, прилетел, плюс пятнаха была, разделся, а вечером просто до минуса ударила с них, пошел и просто заболел на следующий день жестко, так что, ну, поаккуратнее. Ну, не, я не заболел, потому что я бегаю там, ну, в Москве в зимнее время, как бы, пробежки, мне не страшно. Это помогает, да, с какой-то дыханием. Да, но все равно я именно вот сам так, по ощущениям, замерз, то есть у меня ноги продругли, я такой вообще там отогревался потом, вот. А сколько, извини, переехать от Нью-Йорка до Филадельфии вообще там? А там 100 километров, что-то такое, ну, то есть не было смысла брать рейс до Филадельфии, я вообще посмотрел, там от аэропорта Филадельфии по времени добираться примерно столько же, сколько из аэропорта Нью-Йорка до Филадельфии, блин. То есть тут в этом городе кривая инфраструктура, а там наоборот четкая, то есть там типа за 40 минут доезжаешь до Манхэттена, прям сразу вышел с остановки, там садишься на автобус этот и типа едешь там 2 часа примерно и уже типа вот прям вот где я сейчас нахожусь, доезжаешь прям сюда в центр Филадельфии. Все понятно. Слушай, а как, ну, игроков видел каких-нибудь там местных-то американцев? Вообще мало приехало, вчера только какие-то пацаны, а, ну, этот Пингвин приехал, который, знаешь, который везде бывает, там, этот швейцарский игрок. Ну, я не знаю, он какой-то полуигрок, полу не игрок, в общем, ну, неважно, он приехал, но еще пару игроков приехали, кто там на своих на машинах приехали, типа местные американцы, там, чувак из Огайо приехал. А таких вот чуваков мощных я не видел никого, хотя странно, потому что, ну, все равно, то есть, допустим, тому же Чаму добираться достаточно долго, наверное, часов 6-8 лететь. Массе тоже достаточно долго, я не знаю, почему они не приехали потрениться в первый день. Ну, может, они просто уже хорошо знают это место, типа, они же тут уже были, что-то такое, не знаю, в общем, никто... Ну, кстати, сетка будет там на 64, то есть, ну, не сетка, а вот групповые стадии, то есть, там будет сегодня две групповых стадии. А вот я как раз хотел спросить, сегодня, то есть, до плей-оффа будет играться все? Да, сегодня две групповых стадии, то есть, первую я тебе уж скинул свою, там, оппоненту, вот, и вторая потом посеет чуть позже. Ну, я не знаю, примерно как они сказали, что вот сейчас 10 утра, то есть, это 6 по Москве, а сейчас вот первая будет групповая стадия. И где-то в часа 3-4 они посеют вторую планируют, то есть, это где-то 11-12 по Москве. Ну, понял, слушай. Ну, они скажут, что сегодня будет, наверное, побыстрее день, там, где-то... Слушай, ну, что, думаешь, с 6 до 11-5 часов первую группу получится ли будет играть так долго? Ну, они, видишь, они будут, там, как, типа, они будут, ну, не одновременно все группы, типа. А, ну, типа, чтобы побольше постримить матчи и так далее, то есть, там, где-то, наверное, половина первая, половина сначала поиграют, половина чуть позже начнут, как-то так. То есть, чтобы застримить... Ну, они, наверное, застримить хотят не одну группу, там, грубо говоря, да, а две, допустим. С первой групповой и две со второй. Вот, но со второй, как повезет, то есть, если со второй, там, будет, я тоже в начальных, то где-то уже, наверное, там, по Москве где-то до двух часов ночи будет известно, что я вышел, допустим, в плей-офф. Если не повезет, если я буду в каких-то далеких группах, то, ну, вряд ли. Тут просто есть кого постримить, они, скорее, будут НИБА стримить, да, то есть, вот. Ну, своих, короче, там, американцев, так что я сомневаюсь, что им будет важно именно мою группу стримить. Я думаю, что мою можно будет, вот, ну, и про второй групповой этап, я говорю, пораньше отыграть. Ну, как я, как мне кажется. Ну, давай, там, это все Wases, но, как бы, когда ты стартуешь первую, пока, ну, неизвестно, да, получается? Не, неизвестно, но я вот сейчас пойду к 10 утра, то есть, но мне сказали, что она чуть попозже, наверное, начнется. Ну, вообще, все будет зависеть от стримов, то есть, если у них запланирован стрим группа, то она будет там в соответствии с расписанием. Если стрима не запланирована, то, наверное, пофиг, когда ее играть. Вот так, я думаю. Ага, все понятно. Вот, ну что, там, 20 минут остаются, тебе стартовать надо, получается, или как там? Ну, да, я сейчас пойду, тут 10 минут идти пешком, я еще, может, поесть, зайду там, в общем, посмотрю, короче. Ну, я думаю, да, я думаю, моя группа начнется где-то... Ну, я не знаю, короче, я сейчас вот приду в 10 и узнаю, и тогда, как бы, будет видно. Ну, понял, ну, понял. Слушай, ну, давай-то, а удачи тебе, что я тут пока... Пока вот сам Ладар-то погоняю, пойду на канал, буду тебя уже ждать. Через 20 минут какие-то игры уже точно начнутся, то есть, там, должно быть такое. А уж моя группа, я не знаю, там, либо тоже сейчас вот скоро, либо через какое-то там время. Вот так вот. Все ясно. Ну, давай, там, если будет инфа, отпиши мне там в скайпе или в Старкрафте, там, где-нибудь, не знаю, я сейчас в Старкрафте буду. Да, да. Давай, там, на американском сервере канал Чезадельфия, там, да. Ну, все, удачи тебе добраться, и удачи вообще в целом. Да, все, давай. Пока. Так, короче, все, нам в Старкрафт-то эти... Сейчас покатаем там... Сейчас покатаем там челиков. Так, да, маленько, да, получается. Мне надо будет... Сейчас, ребят, сейчас Пау вы возьму, надо позвонить будет сейчас с людям, пусть мне звонят. Вот. Пока захожу, ребят, запись обрубать не буду, ну, потому что, видите, с вердосом такое мини-интервью получилось. Надо тоже выложить, я думаю, это все дело будет. Вот. В общем, сейчас я вернусь тоже и ждем уже начала турнира данного. Что тут еще говорить? Вот. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. 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 Ну что, всех везде обзвонил вроде, ребят? Надо сейчас мне что сделать? Так, изображения 2, 3, 5, 7, это не то всё. Мне сейчас надо добавить бы, короче, изображений, на то, чтобы, ну, точнее, логотипы данного турнира, кстати, кстати, добавить. Слайд-шоу я предлагаю сделать. Ну, пусть будет слайд-шоу, я думаю, это нормально будет, как бы не будет просто весь экран. Занят, короче, всякими логотипчиками. Просто побольше сделаю надо мной всё это дело и всё. В общем-то. Так, короче, короче. Сейчас всё начнётся. Вердосом только что мы созванивались. Кто смотрит стрим, соответственно, и... ... В общем, что надо сделать? Ага, сетку надо поменять, ребят. Сейчас я через Adelphi посмотрю, как у нас дела. Ага, сетку надо поменять. Давайте-ка посмотрю. Так, нет, хочу, ну, пытаюсь найти на Goodgame, если это в чизоделфи, как бы, сетка, нифига, что-то не нахожу. Вот, просто меня просили, ну, как бы на Goodgame добавлять. Так, в описании есть сетка? Сейчас в чатик добавлю, что на Goodgame уберу. Всё, давайте посмотрим пока сетку, пока ничего не происходит, соответственно. Надо вердосы ещё будет найти мне в батлексе. Я не уверен, что вон это там, короче, есть в батле где-то. У меня. В общем, такие группы. Тут ещё места оставлены под кого-то, я даже не знаю, в группе Ниба, Чама. Есть даже, ох, нифига, из Бразилии даже челик, если она прилетела и в Америке, наверное, живёт. Вот вердоса группа М. В первой групповой тут сколько? Восемь? Шестнадцать групп, ё-моё. Шестнадцать по четыре, отсюда. Ну, это много. Это 64 человека получается. Вот. Ну, и 32, соответственно, во вторую пройдут, групповую. И плей-офф на 16 человек завтра уже будет, получается. Такие вот дела здесь нас ждут. Такие дела нас ждут. Так, сейчас проверю, как Twitch. Twitch работает. Так, почему Fallout-то не применялся ещё? А, всё, всё поменялось. На Twitch всё поменялось. На YouTube тоже всё нормально вроде как, насколько я вижу. В общем, ждём, понимаешь, что начало. Непонятная овердоса одновременно, там не одновременно будет играть. Я хзк там стримим. Вообще, быстрее должны стримить, как по идее, я надеюсь, не будет. Там ни у кого ничего бомбить. А то нахрен это надо вообще. Такс. Так, вот масло вижу уже на канале. Тут сиди и вам. Так, короче. Что я хотел-то? Хотел я... Это... Че. Так, ну люди помаленьку собираются. Всех я, собственно говоря, и приветствую. Вот сейчас. Так, надо бы добавить на турик стрим, потом туда. Везде добавлено сетка, короче. Блин, что-то я не доделал, как будто бы. А что я не доделал? Я хозащаю, ребят, схожу, наверное, потому что чайку надо сделать просто, наверное, или перекусить что-нибудь, потому что не ел давно уже, только завтракал. С вердосом мы уже общались в скайпе, ребят, в половину примерно шестого, чуть позже, чем половина шестого. И он все сказал, кто записи будет смотреть, можете, ну, пересмотреть-ка его, то есть рассказал, как там добирался, что, как сейчас. В общем, он вышел уже и должен прийти буквально вот сейчас на место проведения. Но не все одновременно группы как бы начнутся. А вердоса группа внизу, то есть, блин, я надеюсь, что быстрее его группа начнется, а не поздно очень как-нибудь там. В общем, ребят, сейчас я подойду. Продолжение следует... 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 Улучшение командного центра завершено. На прокси батлкрузера делать, походу. Чего-то я об этом раньше вообще не думал никогда. Продолжение следует... 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 че у него базы второй нет? надо бакла второго телепортировать все добротно неужто неужто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что такое БС, я не знаю, но это какой-то БС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну... Что такое БС вообще, я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, действительно, ты прав. Буллшит, походу. Опа. Смотрите-ка, на Чизадельфию пришло много людей. А где же Вердос вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, я не знаю, могу куда-то пытаться ворваться, блин, но... Сан тут на канале сидит, китаец, приехал, что ли, сюда, на Турик тоже? Интересно мне. Ну, я его не видел в сетке, короче, но... Я не понимаю, какой аккаунт у Вердоса просто. И я не понимаю, как с ним это, связаться-то, блин. Я не понимаю, у меня есть какой-то аккаунт Вердоса в друзьях? Ну, там, неделю назад заходил тот это аккаунт или не тот. Я вообще хз, короче, исчестно. В общем-то, ждём начала, как бы, но... Там группы не все одновременно будут стартовать. Почему я до сих пор Fallout на картинке, на Мэнни, я чуть не понимаю. Группы не все будут одновременно стартовать. То есть Вердоса группы, возможно, позже будет вообще. Так, да. Так, как мне судьё из старта? Ну, вот. Так, так, так. Вроде это тот чел, по никнейму с которым я в скайпе связывался, но не уверен я, короче, это тот или нет чел. Ну, наверное, так как это лан, там, наверное, беготня какая-то происходит. И пока что чё туда врываться-то как бы. Да нет, они... Они не одновременно, я так понимаю, стартуют, вердоса пока нет онлайн, я так понимаю. Я просто убиваю время, это американский сервер и всё. Поэтому здесь неважно, за кого играть, здесь рейтинги какие-то. Давайте ещё за терров как можно. Просто и всё. В Косковской области лосось... не лосось, форель, наверное. Форель, наверное, разводит. Форель разводит в реках и можно заказывать рыбёку. Перед прошлым Новым годом Даша взяла пару рыбин, короче, и... С икрой этой долбился четыре часа ночью, просто как бы загуглил, как это делается, короче. С этих слизиста ты снимал её руками в тёплой воде, потом там засолил, просто задолбался, короче. Ну пол литра банку, или даже большую там засолил. Даже литр, не помню. Что тирану-то, ага. Ну, засолить нормально получилось, только воду надо было чуть холоднее использовать, я так понял. Потому что, когда, ну, игру ел, ну, как бы её, именно, чтобы раскусить, надо силу было приложить, она такая упругенькая стала. Она должна быть более мягкая, то есть там вода, видимо, ну... Температура меньше должна была быть, как бы... Т, так,ούμε... Т, так,ум Mirella... Тренieni, смогли об Tap menyubrim Пот round Там, по-на-у-у-у-у-у-у-гу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у... Да нафиг батлой, я думаю, можно и без батлой побойтись. Э, что-то я туплю, надо строить этот. Вот это он прилетел, опять. Система работает нормально, циклон готов к бою. 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 Тир 2 переведут. Система работает нормально, циклон готов к бою. 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 Фёдор, чё-то с мою субботний юмор подъехал тут. Фёдор遊base. Фёдор, чё-то сохот. Фёдор großer, циклон готов к бою. Фёдор PR. Так, ну вот, смотрите. Зачем я буду искать кого-нибудь из группы overdose, если они сейчас не играют? А, можно спросить, когда они будут играть. Ну, вот группа, я не знаю, как, короче, тут можно прыгнуть даже. Да их нету еще здесь даже. Тут что-то не видно, небо пока. Короче, я не знаю, сейчас будем смотреть. СР-71, а что тебе про него сказать? Ну, с рекорд скорости ему принадлежит. Вот, разведчик, как бы, тановый сплав, там, дорогой очень, как обычно у американцев. Когда МиГ-31 на вооружение встал, ну, и СР-71 сняли как раз, потому что он уже не мог разведывать ничего. Паталог у него жесткий, ну, практический. 20 с чем-то там КММ. Здорово, Искатель. Написать в общем чате с Кевердос, вернись, я все прощу. Ну, естественно, дорогой, у них все дороже в целом. Особенно такие вещи, как бы. Я вижу. Я вижу. Он Wi-Fi. ОнLED в этом месте. Онлайн влечен. Оду стой. Ув 그럼, пойдем, подойдем. juste, как. Ihrer selves, и lover. Онлайн во changed tech Eminен. В勇ución смехина. Вeeeei. Онлайн во Cab� Мальllorge. Ув att Calm computer. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проблема в том, что, ребят, я американцев не знаю никого практически, как бы, и я хз, как к ним в игру попасть, то есть, и вот так вот... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, короче, вы не понимаете, что ли, очнивая русскую речь вообще? Значит, будем сразу так разговаривать. Полутупевший опять опупел, блин, херню всякую несет, блин. Мультитаска хватит на всех, как говорится. Не ссыте. Мультитаска хватит на всех, как говорится. Бля, опять бичарство какое-то полетело. Мультитаска возможности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну каким я вообще без понятия ДимаTorzok 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 Так, облетим сейчас с этой стороны Здесь походу тяжковато мне будет Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Не, здесь проиграл я все-таки. Не, ну это слишком экзотически через один старгейд сыграть с одной базы. Ну я пытался. Кстати, тут-таки-то еще нет. Нас ждет. На наши зомби напали. Мы, авианосец 3. Бля, ну надо, короче, на вторую базу сейчас попытаться грелку добавить и туда слетать как-то, походу. Ага. Нас ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ладно, давайте, короче, пока ладер поиграю. Чё делать-то ещё? Блин, я надеюсь, что там до ночи прям, ну, не надо будет стримить до самой вообще. Нет, разницы нет. Когда там что нажать? Кстати, в прошлой игре я затупил, но а мазершип было делать. У меня же был флитбекон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Я здесь, среди тиммены. Сленчик, понятно. Надо грелкам было плюс один делать, как я обычно и делал всегда. Ну и от этого исходить просто. Да сука. Да сука. Так. Короче, вердоса в поисках все еще. Ладно, давайте еще раз сыграем. Сейчас я по стриму про их буду ориентироваться просто и там уже видно будет, что к чему. Так. 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 Гораздо проще, конечно, с любым таким челом отыграть со стопроцентным результатом просто во вторую, а не агрессивно убивать. Потому что агрессивно тяжело убивать. Продолжение следует... Бля, опять на твиче это дерьмо началось. Делаем стоп-старт, не знаю, а может это или нет. Делаем стоп-старт. 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 Поехали! Ну, полетели чё. он раньше времени или вну там никуда там гидра, смотрите, тут можно и два карлера просрать таким образом, блин у меня есть штрибу, а не носит штрибу Продолжение следует... 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 Так, или он начал, там уже. Чё-нибудь надо, короче, начать вообще. Чё, я не знаю, как. Да, походу, пока вердос не придёт, будет тяжко мне тут куда-то попасть, блин, вообще. Нет печали. Ну, что все одновременно стартуют вообще. Так, ну там пока и смотреть-то нечего с другой стороны. Ну, а я джо каким-то, я не знаю, это админ вот этот или нет, я просто не понимаю пока, даже если честно. Ну, ладно, тут. Ну, ладно. 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 Так, короче, ладно Ге-мене, офигене, короче Ге-мене, офигене, офигене, короче Ге-мене, где он в группе-то играет, вообще не понимаю Таких игроков-то и не вижу даже А, все вижу, группа E Ге-мене, где это? Так, это тестовая игра для звука говорит Тебе не понятно, они вообще начали играть кто-нибудь или нет? Я вот, у меня теперь уверенности нет ни в чем, короче Он говорит, вообще тестовая игра Ладно, чё, будем-то ладор, видимо, играть пока Чё делать-то? Бля, мне вот не нравится-ка такая хель Но это лан есть лан, короче, чё говорить Мне не нравится, что вердоса не открою Чё такое клé Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, а, я понял, короче, надо смотреть Так, инвайт пошел Куда это меня инвайтит? Добавил субтитры создавал DimaTorzok Так, следующую игру Ладно, хер с ним, короче, пусть играют Вот, пусть играют Вердоса нет и нет Ну, а че делать? Так, короче, там, если на Твиче будет лагать, то сообщайте, ключи, давайте, сейчас сыграем еще разу Вот тут запросов Игру Игру Так В общем, ребят, пока Кавердоса нет Ну, там, как, на лане вроде какие-то группы начали играть Ну, и американцев особо не знаю Поэтому мне не к кому там особо руку прыгнуть Да и сейчас не особо интересная, на самом деле, стадия Как бы там вообще неизвестные игроки играют Вот, кавердос будет играть, туда ворвемся, но Вот Ну, сегодня ночью закончим, видимо, я не знаю, во сколько там кончится, все Игра Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну он из центра откуда-то идет ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Что происходит? Да. Что? Что? ДСМ готов! Выкладывай! Выкладывай! СМ готов! Что стрясло? сосиска 74 подписался на премиум спасибо сосиска 74 так это я бутылкруйзер что-то опять походу да атакованы что происходит есть работе и и и Для улучшения командного центра завершено. Успеет уйти? Или нет? Боже, что успеет. Конечно, что не успеет. Да что я делаю, охуя? Какие игры зрители? Уже турнир скоро стримить надо будет. Да и изначально как бы стримлю я его, просто... Турнир лан, поэтому... Поэтому такие дела. Давай, удиви меня. СССР готов. За твой счет. Да ежа. Что стряслось? СССР готов. Готов к трансформации. Смело. СССР готов. Да какой реактор? Что происходит вообще? Что я творю? Ну да, конечно. СССР готов. Скорее в атаку. Пристройка завершена. А! Чего пугаешь? СССР готов. Готов. Война на пороге. Что происходит? СССР готов. Быстро блингаз строится. СССР готов. КАСОР к трансформации. КАСОР к трансформации. ваше войска ну да вошел Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас я посмотрю, что он по стримам уже за ситуацией. Ну да, Вила Тиран какой-то там, который стримит. Вижу, что Чандан должен начать на основном стриме с кем-то, но чё-то пока вообще хз как туда попасть. Субтитры сделал DimaTorzok Попроба, чё-нибудь не знаю, короче. По-моему, ладер самый оптимальный вариант играть, судя по происходящему, блин. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, короче, ребят, вердоса группа кто-то говорил в районе 9 по Москве должна начаться, так что, ну, всё ещё нормально пока, я думаю. Ну, вот, начнётся ли она в 9, это вопрос, конечно, открытый пока что. По этому поводу я ничего сказать не могу вам. По этому поводу я ничего не знаю. Продолжение следует... 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 Иди гуляй, Вась Так, что там, куда задонатили Я не знаю, куда еще задонатили А, Редоалерт Ну, бывает, что там Задонатили, молодцы Ягер какой-то Что за ягер, хз Ягер какой-то Не, ну, молодцы Нравится Редоалерт Пусть играют люди, что Я помню, в клубаках был Редоалерт Второй Вот Играли Я даже не несколько раз играл Так Играет музыка Так Ну все, сейчас, наконец-то, походу Мы какую-то игру поспорим Короче, пробую против какого-то челика Который Авила Вот этого стримера Американского убил И Мы туда пойдем, соответственно, сейчас смотреть Вот Авила Я не знаю, кто будет стримить Там не будет У меня чел пишет на Твиче стриме Авила Типа, аудиторию его подворуешь Потому что У него аудитория есть Но Я за аудиторией не гонюсь за его Я гонюсь за вердосом, которого нет Просто пока что Хоть бы, блин, дал какой-нибудь сигнал Не знаю, чем-то Делает, где Так Так Ну что, черлет По телефону трепется Здорово, Клейки Здорово всем Да пиндоса, пиндоса Не пиндоса Я не знаю Да и вообще Они могут смотреть Твич Сейчас услышат Обидятся Ладно, короче Этот Вопрос не в этом Вопрос в том Где вердос вообще Нафиг Но если он 9 играет Значит он И не должен прийти Так У нас дестабилизаторов Че игнорю Я просто вопрос Какой-то тупой Ладно, извини Да какие дестабилизаторы О чем ты вообще говоришь Про Сушимбу Любых юнитов строя Всех победишь На любом уровне Если даже бронза То Сбреешь всех ГМЛ Короче Так Ну что Мастер лиги Тут какие-то Играют И это ПВП Еще при этом Все Ну а что делать Что есть То и смотрим Тем более Это матч За первое место В группе Вот этой Получается В какой-то Есть групп Там Играют Играют Так, а касаемо дестабилизаторов, их перестали строить, например, корейцы и нормальные, ну, самые хорошие игроки, понятное дело. Еще, еще когда, еще до патча, в патчи мы еще сделали задержку на секунду, что они через секунду только стреляют, так что, какие дестабилизаторы вообще? Вообще, странный юнит дестабилизатор придумал, как-то его непонятно придумали, в чем его смысл, я так и не понял. Ну, Ривера не впилить во второй старик, да, как бы сделали дестабилизатора, поиграли им, поиграли, потом законтрили, просто ПВП везде его, как бы, ну, и не строят пока. Хотя, с Зергами иногда строят. Так, ну, тут Нитхуня, я не знаю, кто это, Нептун, как Нейтрон, против Пробу, будем называть его Нитхун. А это Проб. Австралиец, я так понимаю, Проб приехал туда, и, может быть, он там и живет, в США, я не знаю. Для НИБа на один турнир? Не, ну, корейцы-то потом после него тоже начали строить, потом перестали. Привет всем, ловят. Так, здесь Пробочку убил, два гейта, все вроде как строится, здесь тоже два гейта, тоже все строится, Старгей, Старгей. Ну, Пробе он неплохо очень даже, просто такой, то есть, я думаю, что он абсолютный фаворит здесь, просто у него, видимо, аккаунта нет на американском сервере нормального. Чамо-матч начался, кстати, на стриме, я смотрю. Блин, а я думал, часом к 12 вечера, может, освобожусь. Похоже, что борода, а не к 12 вечера. Похоже, что если вердосу ждать, то ночью вообще освободиться придется. Так, смотрите-ка, пришел Проба, и Нитхун его тут разбомбил, кстати. Еще одного сталкера поймал, уничтожил. Короче, гейты плюс Старгейд Фениксы, абсолютно билд беззащитный против твайлайтовых, не твайлайтовых, а против конкретно дарков. Вообще, этим билдом очень тяжело будет играть, например. Но в плане, как бы, обороны, агрессии, точнее гибкости, я бы сказал даже, не агрессии, а обороны и харасса билд очень неплохой. Потому что фениксами можно полететь, захарасить, можно дома принимать. Ну и все нормально вроде здесь. Но пробовать чуть раньше не кто, с другой стороны. Какую еще рекламу все видели? Какую еще рекламу все видели? Так, одного феникса тут пробочек ловил оппоненту. В итоге потери у нас что? А, два в два разменялись, если бы сейчас улетел, как-то лучше даже были бы. Ну, проба больше потерял на сталкера и на пробку в этой игре получается. Так, второй Старгейт пошел здесь. Маст феникса. Здесь один Старгейт пока что. А, нет, два врус Старгейта. Там и там фениксы. А, вы про это? Да, здесь несколько, короче, этот... Логотипчиков есть. Так, вот, мне кажется, лучше будет он в краю будет. Сейчас посмотрим, будет заезжать туда. А, он и либо небольшой отрезок, либо заезжает туда. Это просто кугуар, а не кугуар. Так, ну что у нас? Фениксов получается по 8 штучек там и там. Можно контрола поставить, кстати. Здесь два зелка центряющие. Здесь просто 4 сталкера. Здесь вот Гвардиан Шилд есть. То есть, если под Гвардианом Феникса на Феникса подраться, то можно победить, в принципе. Здесь какой-то робот строится у проб... Почему робот-то, а не по Фениксу? По потонке поставил и всё, и нафиг, короче. Всё, это сушит. Так, пошло мясо просто жесткое. И проба словил оппонент свой. Какая же ошибка ужасная, просто ошибка. Ну, это... Когда ты проигрываешь Феникса и Феникса так жестко, как сейчас проиграл желтый игрок, то это печально очень, ребята. Так, смотрела. Потери сразу же не в пользу. Видите, получились по юнитам 11 в 6 размен. То есть, 5 Фениксов в плюсе должен быть как минимум. Так и есть. 9 в 4 и 5 в плюсе. Это значит, что полностью воздух будет громить. Здесь ещё 2 базы, а здесь уже третий нихф. Ну, видно, что пробу уровнем повыше. Игрок, конечно, купить. Куда он там уже на сталкеров-то? Ёмо. Здесь 4 Феникса живых. Куда-то на сталкеров-то лезетесь. Выдаёт. Надо на мэй слетать. Сентрю надо подрезать с полной энергии. Там офигевшая Сентря просто. Так, здесь Фениксов разбирает всех. И улетает. 85-72 лимита. По рабочим 46-62. Здесь гейты добавляются. Старгейта. Сколько старгейтов у нас... Так, я ещё не вижу. По 2 старгейта. Сейчас 3-й здесь... А надо здесь вообще старгейты. Здесь просто землю перейди. 3-й нихф, любой там архонный чаш добавь и всё. В такой ситуации Фениксов строить. Ну, в такой ситуации это на 90 с лишним процентов ГГ. То есть, если вот так вот как ты, особенно с дуо баз, сидел, копился, наломился, просрал Фениксов, у оппонента будет Фениксов, у оппонента третья база. То есть, те в землю переходить, значит, как бы, те залетят, тут всё захарасить рабочих, но убивают, добавлять Фениксов, значит, ты стабильно проигрываешь. То есть, это фактически мат, как бы, то есть, шах и мат. Но, если это оппонент затупит как-то, то можно там что-то сделать, попробовать. Ну, тут даже, знаешь, здесь просто хуже, как бы, челы играют. То есть, если они равные были, то можно было искать. Когда ты потерял Фениксов тогда, если более-менее равная экономика, и у чела больше, то нет смысла, лучше в блинк выйти, как бы, стационарно задефиться. Там, блинк, как бы, архивы темпларов какие-нибудь, эти, фидбэки, получается, фотонок поставить там на базах. Потому что добавлять уже Фениксов нет смысла, ты проигрывать будешь всё время. А здесь-то всё хуже было вообще, там, четвёртого, нет, все лучше упробуют, у него вообще всё замечательно, летает, контролит просто и всё. Так, четыре азера. Ну, тут сейчас последняя атака, что ждём ГГ от Жёлтого Гротуса и... Можно будет Десайдер к нему, кстати, сходить. Я думаю, так я и сделаю. Здесь Архона, здесь Сио, много просто упроба. ГГ, ВП. Как, Авила сыграл? Авила 0.2 проиграл, там... Вообще, он не в сети, почему? Почему он не в сети, ещё не понимаю. Я говорю. Это Неважный танк. Глазя двойно. Охот. Охот. Продолжение следует... 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 ГГВП, ребят, изи для пробы. Вердос полетел играть на турнире. Ты можешь лететь, хоть всех победить, но это не значит, что ты всех победишь. Но Вердос из СНГ, ну, тут и Герри, надо спасибо сказать, которому который ему выделяют намного турниров на дорогу, да? Вот. Ну, и его отношение, я считаю, так и нужно действовать. Ходящий из Старкрафта, что-то там, ну, уровень получать, хотя бы как-то упалось, чтобы твоя вот эта вот деятельность. Надо и на ланах участвовать к его. Ну, посмотрим, здесь я думаю Вердосу под силу в призы-то уж точно попасть. Я не помню, сколько там мест призовых вообще на этом турнире. Сейчас я вам скажу даже. Так, надо так... Девятое, шестнадцатое, 81 бакс. Надо хотя бы 5, 5, 8, 300 баксов, я не знаю. 3, 4 уже 700, то есть уже за 3, 4 окупится, получается. Ну, тут надо как бы, не знаю, загадывать не надо, в общем. Тут как сетка еще пропрет, важно. так, ну, многие группы уже закончены, кстати говоря, F, G и H. Уже отрепорчено все. Вот, здесь пока HZ. Вот, здесь пока HZ. Вот, здесь пока HZ. Тааак. ПОДПИШИСЬ, Продолжение следует... 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 Так. Так. Успею еще побухать, да я и не хочу. поэтому даже хорошо, что я здесь сижу. Сейчас будет Авила против вот этого чела, которого пробовала убил. Так, вот, 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 вот. Так, какой группы вердост не может найти, но повнимательнее посмотри, обязательно найдешь тогда. Там есть группы-то просто 16, первый групповой там по 4 человека, потом 8, потом меньше, меньше, меньше. Так. 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 Ну, сейчас мы ворвемся к этому Нептуну Авилу. Так. Так. Как остан's center? Уже скоро 9, может, и вердостта начнем что-нибудь там. Надеюсь, не пропустим их. Вот так. Так, урок УЗРК ТВ, не знаю, это не ко мне вопрос. Не смотря какого уровня игры-то просто вот в этом момент заключается многое. Интервью с Верди на мейнстриме. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дайте-ка запрыгну я посмотрю. Потому что я практиковал что-то, что я уже ожидал, я уже знаю, что ждать от игроков. Я бы благодарил моему спонсору, Гера, который платил все деньги на эту дорогу, чтобы мне приехать. Куда-то все свалили. О, Вердос, смотрите. Вердос Геру благодарит. Я думаю, что я больше боюсь Маса, потому что я никогда не играл против него. И я не знаю его стилю. И против других игроков я уверен. Все, что ли? Короче, Масу боится против других, говорит, норм, все, Вердос. И, говорит, мои пацаны, которые играть должны куда-то, ушли просто сейчас в оффлайн. Че вот они в оффлайн ушли? Че происходит-то вообще? Может, у меня баг какой-то, я не знаю, говорит. Все, короче, ждем Вердосню-то. Раз интервью дал, то все, значит, должен здесь быть. Чуть-чуть, наверное, надо было раньше сказать, как увидели. Мне так Вердосу побыстрее будет спеть мог. Че вот куда они свалили, я не понимаю, короче. Взяли, куда-то свалили. Дайте-ка я перезайду просто в батлнет. Это Европа. Нет, все равно че-то нет никого. Ждал-ждал, сидел, че-то черкали-черкали, а не взяли в оффлайн все ушли. И АХЗ, короче, чем прикол там. Ну, уже Вердос скоро прийти должен. Какой-то нет. И еще раз. И еще раз. АХЗ, М. Вердосу. Вот. Существует. Экз, Каин. Безен valve. АХЗ, Экз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, короче, секунду. Время, что-то. Так, ну вроде чел появился, значит что-то произойдет попозже сейчас. Спасибо. Ну вот не точно, как говорится. А вот. Спасибо. Спасибо. Что-то пока не говорит мне еще чел этот. Ну я жду, я жду именно, как бы вот, именно его, короче, я жду. Потому что я хз куда... А, вот и авилы... А, все, вижу, вернулись. Они, значит, сейчас что-то будет все-таки. Походу... Ребят, кто если шарит, может какие увердосы аккаунты на Америке есть там, поищите. Вот. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрели бы их и ждали от вердоса Потому что тут, смотрю, сидят на Твиче И у меня ждут, ну, видимо, американцы Или кто-то там Буржуи, короче, Авилова Матч, а я жду вообще вердосу Вот так, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, у челика бомбит злот, но знатно, походу Опять Кутовила пропала, этот чел тут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, здорово всем, ребят Что, вердосу играет? Я жду вот Нитхуна против Авила Но они что-то тоже пока ни хрена не начинают Вообще ничего не понимаю Что там происходит На основном стриме что-то там идет Мы ждем, короче Как вердос начнет, будет попроще Будем к вердосу прыгать просто и все Говорит вердос, что уже в его группе Груз даже сыграл 64 человека Участников компов 32 Поэтому все долго очень Соответственно, ну там будут менять их быстро Со второй групповой будет попроще все-таки Потому что там А, да, уже какой-то долл он выиграл Тиран там Вот Второй групповой будет попроще Потому что там уже Как людей, так и компов И так, понимаем, будет столько же Ну я, честно говоря Ну вот я Не хочу начинать сейчас Потому что Блин, что-нибудь пропущу Ладер играть там То есть До этого и вот Авила пришел обратно Вот там что-то Где-то кто-то бегает, короче Опа Что-то уже вернулся кто-то ищет Я смотрю Я смотрю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вроде что-то дождались Так, завязывайте уже там Херню всякую городить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, пришел вердос, лень, пришел он на канал, это не? Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что? Короче, авила отменяется, вердосу уже будем смотреть Вот, ребята, уже сейчас вердосу начнет Получается Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вроде черкаю этот вердос в интерфейсе Здесь он пришел Опа! Добавил субтитры сделал DimaTorzok Так, ну наконец-то мы куда-то заходим, ребят Вердос против MLTU У нас начинать должен Вот, ребята, дождались, дождались Дождались, вердос будет играть Дождались, вердос будет играть Так, все, всех заинвайтили вроде Все, погнали, короче Какие-то цены тоже стримят, не знаю, кто это такие Вот, но вот они Ё-моё, сегодня варди викли еще оказывается А че за херня, почему-то я не Ну хотя, че варди парятся Я бы мог постримить варди викли, но Счезодельфией совпало как бы Такое дело в итоге Потом гляну сетку Может, там будет наш будет играть Ну все, ребята, наконец-то Наконец-то Вердос начинает Наконец-то Вердос начинает Наконец-то можно что-то посмотреть Интересное будет Ну здесь навряд ли будет интересно Вначале в плане того, что Оппоненты у Вердоса Ну, они слабенькие Мягко говоря И понятно, что здесь В одну калитку будет Но далее, далее Второй групповой, я думаю, уже Намного интереснее будет Так что сюда все идите Надо Вердоса поддержать Вот Ну а вам всем привет, ребят Стримил, кстати, GSL Сегодня в 7 утра Запись выложена на GoodGame В группе ВКонтакте Ну, на GGPlayer, естественно, только Вот Эту запись выложим Эту запись мы выложим На YouTube, естественно Ну, сегодня и вторая групповая Кстати, сегодня все будет До плей-оффа сыграно То есть То есть Мы еще долго будем Здесь Старик смотреть И болеть за Вердоса Но Обязан он проходить плей-офф Тут как ни крути Обязан проходить Плей-офф Ну и посмотрим Пройдет ли Так Так Уходит Крубочка, ребят Некому Сливать Это, знаете ли Так лучше Не думать Потому что Лан-турниры Это всегда Особая Как бы Особая атмосфера Слить всегда можно Кому-нибудь Вердос Все задэмэджил Никого не подрезал Что ты делаешь Вердос Ну хоть двух Собак подрезал И то Хорошо Адепты ушли Здесь где-то батарейки Вердос ставит На хрен ему батарейка Это Закрой стенку Да и все Хотя батарейка Надежна Там Беллингбаст идет Ты видел Вердос Беллингназ Не, не видел Но Я думаю Что он Подозревает Что здесь происходит Но Видите Челики боятся Злой русский Вердос Приехал И сейчас будет Пробревать Поэтому сразу Беллингбаст идет Понятное дело Фенингс овера Минусует А тут и Беллинги Подъехали Смотрите Надо отвезти Вердос Мючка Так Не хватило Четырех бейнов Надо пять Беллингбаст Брати Пилон Сейчас взорвался Вердос Заново Пилон Постал Адептам У такой ситуации Иллюзию Можно и назад Запустить Чтобы Чтобы он Выжил Он уже Телепортнулся Назад И демеджим Топу мага Ой-ой-ой Неприятно Здесь жрет Сами Этот Как его Кибернетчику Оппонент Вердоса Успеет съесть Не, не успел Просто Восемнадцатая Пастла Перезарядить Полей надо Столько Сколько Возможно Сейчас Вердосу Ну Гвард Доделся Самое Главное Вообще Дета Три Пайл Второй Оракул Дел Все Перезарядил Немножечко Кибернетку Вердос Вообще Ну Тут Такое Не знаю Какой-то Драгметал Американского Сервера В общем-то Вначале Видите Сами Ну Пытается Чел Что-то Пытается Пыжиться Пять Солаки Что ты Будешь Делать Сейчас Свердос Выиграет Эго Зерга Там У него Кстати В Венерах Есть Оппонент Получается Там Сыграл Чел Не знаю Если Он Уком Сидит Он Уже Или Опять Ждать Будем Тиран Какой-то Ну Тиранов То Вообще Минус Мораль Должна Быть Потому Что Вердос Тивая Проблем Могли Статью Считать О том Как Вердос Не умеет Застраивать Свой Мейн Но Все равно Сбревает Все Короче Все И Всех Адепты Вперед Пошли Ну Тут Все Главное Вердос Ну Это Хорошо Что Такие Чел Вердос У Попадают Ну То есть Надо Разыграться Сесть На месяц Проведения Еще Спокойненько Разыгрался Все Норм И Потом К Нормальным Стадиям Второй Групповой Хоть Норм Играть Мельдоний Надо Американцам Написать Авердос На Мельдонии Блин Тринь 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 Продолжение следует... 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 Дошира, кстати, кстати, я как-то, бля, брал два, два дошика, короче, и это, может, я его там зарезервировал один, так, ну что же, сейчас все начнет, секунду, до кухни забегу. Продолжение следует... Так, все, ребят, я здесь, Вирдос против Долана, вот это очень серьезно. Вот это уже, вроде как, серьезно. Тиран-то неплохой, этот Долан Пака там 2-0 закатал и вообще, как бы, топ-20 ГМЛ американского, так что давайте посмотрим. Первый серьезный более-менее оппонент у Вирдосыча попадается. Что сможет сделать Вирдосу или Вирдос ему, я не знаю вообще. ОПОИК поддержал ваш канал на 1111 рублей и сообщает, за все хороще, против всего плохого. Ахахахаха. Спасибо, братень, бот нормально залепляет. ОПОИК. Никнейм твой первый раз вижу, мне кажется. Спасибо тебе. Короче, Вирдос против... Спасибо вам за рецепт, но нет у меня дошираков никаких, нет у меня и я проверил. Ничего, короче, там нет. Есть 6 пельменин, мама мне сейчас варит. Есть грибы, которые я летом законсервировал. Грибы так все еда, знаете ли. Кстати, смотрите, Вирдос приехал, чел заказал, газ потом отменил, а Вирдос-то даже его не видел, этот газ самое интересное. У Вирдоса все стандартно. Вот, у Вирдоса все стандартно, пилон гейм, я с ней с кибернетчиком. Сейчас попозже подержу, сдобавлю всех. Вот. Еще у меня сколько денег-то на личных есть, надо посмотреть. 650 рублей, может, у мамы что есть? Ну ладно, на что-нибудь хватит. Похоже, сейчас это... Отсмотрим эту тему уже. Отсмотрим матч Вирдоса, чтоб не отвлекаться и уже-то займусь этим делом, короче. Нам сегодня... Еще, поверьте, долго сидеть и... Что-нибудь пожрать надо, все равно поздно ложиться, еще через несколько часов нет, так что... Делать такое. В общем, долл он топ-20 гмл американского тирана. Играет он фиолетовым тираном на 11 часах. Депоха газ-барак был билд. Играет фактурку в геликов с реактором. У Вирдоса... Смотрите, у Вирдоса... Пилон Гейна снег с кибернетчика стандартный. И он делает стенку, это правильно вообще. Так, не, у нас редко кто с картой, но у меня и на карте как бы... В данный момент ничего нет, потому что я на карте не держу денег. И здесь дома тоже не вижу. Короче... Ладно, не суть вопроса, ребята. Это все вторичный вопрос. Давайте смотреть. Вирдос на пяти. Синий кипрот сыграет в блин, в гейт, во второй гейт, в стенку получается. Вот Зилот пошел на Ксилнагу. Надо встать на Ксилнаге просто и смотреть, как гелики поедут. Очень вовремя Вирдоса Зилот сюда приходит. Вот куда ты побежал-то, е... Бегун, блин, а? Гелики проезжают мимо. Ну, сталкеры стоят на халде. Главное, что сейчас они криво не стояли и гелики на халяву не проехали. Здорово, сват. Около двадцати дошек. Сбегаешь мне. Так, да, ок-ок. У тебя хорош про дошек. Мне дошек захотелось просто с майонезом. С майонезом здесь точно есть. Короче, ребята, блинквердос делает, гейты открывает. Гейтур три штуки стандартно. Абсолютно плюс два сталкера варп. Здесь ну что? Здесь четыре миксы и тиран, а какой необычный, а? Прям спешл тактик стиран. По лёхе, по вайтре. Вот. Четыре геликов, четыре минки, блин. Групп минок сейчас на мейн пойдёт ещё. Хрена ты, короче, альфонс икс фокус. Ещё тебе бабло скинь. Так, блинк у вердоса есть. Делаются чарж, две фаржи. Роба нет. Но тут, смотрите, надо среагировать сейчас на медивак. Вот он влетает. Реагируй, вердосец! Хорошая реакция. Опа, две, три минки... Сколько минок? Три минки дропнулось. Это нормально. Медивак упал, и всё, вердоса отбился. Здесь геликов принимают. Слушайте, пока всё нормально. У вердоса, по-моему, вообще, я бы сказал, даже хорошо. Всё 1-1, чарж, там, стим тут двухбазовая тема. Короче, вердос всё отбил спокойно. Вообще-то уверенно, пока действует, по-моему, неплохо. Ну, так после, понимаете, комич ругает, работает прекрасно. Корейцы, хоть сила вердоса, говорит, что стенку не умеет. Он не понимает, куда здание строит. Вердос подумал, блин, надо понимать, куда здание ставлю. И теперь ставят-то с пониманием. Стеночка здесь, здесь всё так нормально поставлено. Вот, так что дело такое. Так, третий некст начал качать 75-62 по рабочим. Здесь у нас зилот куда-то бежит. Куда он бежит? Он просто рядом бегает вообще. Так, приходит вердос. Что он здесь хочет? Четыремя сталкерами своими? Я просто не понимаю, честно. Двух мариков подрезал, ушёл. Как тот вердос, по-моему, сейчас сумбурно действует. То есть четыре сталкера. Вот вперёд, блин, что он тут. Спокойно сиди и выход делает он. Принимай и всё. Да, здесь все здания на одном пилоне. Это, конечно, не очень. Но вроде как и некому этот пилон убивать. Гейтов 8 у вердоса уже. Делается призма. Вот он идёт на центр Тирана ловить. Так, переблим. Под танчик идёт. Минус танки. Минус пока что здесь всё. Тиран просто прыгает. Да это 1-0. Уже, блин, топ-20 ГМЛ. Говорит вердосом. Где топ-20 ГМЛ? Вообще непонятно. Всё вперёд двигается. Зилки бегут. Тут же ГГС. Сейчас тиран напишет просто и всё. Вердос прямо френзи врубил и пришёл и убил вообще. Пока выглядит как... Ну... Этот тиран выглядит как мастерлим какая-то. Не знаю. Может не удалось сегодня. Плохая музыка очень. Я даже не знаю. Так, ну что, все погнали. Сразу поз 아버да. Снова occur на яркое аккаунж. Звучит музыка по концу. Это другой дискин. Знаете, невозможно всё? В겠... Красноярной книги на тирануке. Номер два, ребят. Нас 600 человек на Гудгейме, на Ютубе петоч на Твиче. Сколько-то есть? Шесятош на Твиче человек. Наверняка есть иностранные зрители, то есть и наши, и не наши. Вот, ну... Всем привет везде. Вердос 1-0 повел против Долана, тирана американского. Вердос там в страшилки кидал, как он карту взял у Карстома, как он 2-0 убил Пака где-то там, не знаю где. Ну, бывает чего. Ну, как-то пока что ели. Легко Вердос убил. Вот. Здарова, Ревыч. По турику есть инфа, что на неделе как бы запилим, я думаю, уже на буднях. Ну, потому что на выходных вот этот турнир, я думал на выходных, ну, не хрен знает. Я вообще уже, честно говоря, ну, некрасиво получается. Мне там не денег, конечно, жалко. Просто, ну, некогда запилить. Я уж думал, может вообще как бы на... этот... накинуть на Starline просто как бы призового. Но это как бы тоже не очень получается. Надо отдельно что-то запилить. В общем, день какой-нибудь найдем. Сделаю. Попрошу Юру там, чтобы он не сетка помог и все. Ничего не сделаем. Так что не волнуйся. Увидишь. Все увидишь. Такое название. Ну, такое вот название. Завтра до плей-оффа. А во сколько завтра плей-офф? 18 часов. Так. Да не, про завтра, слушай. Я тоже сейчас подумал, может успеть можно, но... Так. Так. Просто видишь, в чем дело-то. Непонятно во сколько кончится. Это штука первая стадия групповая. Сейчас вторая еще будет групповая. То есть, может ночью вообще кончится. Плюс... Плюс это без подготовки. То есть, надо хоть, чтобы денек-другой повисел, чтобы увидели там, как бы, ну, что будет турик и... Ну, подрекламить немножечко. В общем, я думаю, что... Не знаю. Какой-нибудь день, короче, там, из будних получается. Просто если так пилить, ну, там, как бы, на... На отвали получается, что у вас смысл-то пилить-то проще. Ну, это лучше на Starline, на туре призовой, увеличить-ка его, да и не париться нафиг. Ну, это уже другая история. Боттлнетч это ты, что ли, МАУ-2000? Стопудово это ты, блин. Где твой аккаунт? Куда он делся? Тебя выпилили полностью? И это был не я, заметь. Короче... Так. Сынтря овердоса в этот раз через робу он играет. Здесь два гелика рипер. Слушайте, ну вот может и убить что-нибудь здесь тиран. Овердосу... Фил, ты поставь какой-нибудь куда-нибудь. На рампу вердос ставят. Ну, чё происходит? Разводила, чёртов. Ай! Вердос там чё, всех победить собрался, что ли? Я думал, сейчас хоть один-то юнит точно уйдёт, а вердос не отпускает ни одного прям. Это правильно. Ну, это правильно. Так. Не понял, сейчас австралийского сервера, что ли, нет? Ты говоришь такие вещи. А я и не знал. Ну, а где они играют тогда? Там юго-восточная Азия какая-то есть. Две минки летят. Опять тиран. То гелики, то минки, то... Так. Кстати, он хочет ещё минки увезти. И его даёт вообще. Кто тут, Верди? Рельса. Это Верди. Короче, ребят, сетку смотрите и, ну... Вопросов не задавать. В чатике спрашивают такие вопросы. Так, слушайте, ну две минки улетели у Долана, и эти минки смогут опять залететь к вердосу. Это не очень хорошо. Причём тиран играет двухбазовый опять выход, и... Ну, то есть он будет напряжённым, этот выход. Пять бараков уже лучше ситуации, чем в прошлой игре для тирана. Это факт. Это факт. Здесь ни блинка, ни чаржа, ни хера нет. Вот сейчас только Twilight и RoboB. Сейчас у Вердоса просто две-три минуты, когда у него вообще, ну, без ничего будет сидеть. И... Кто к чуду может спасти, если сейчас выход пойдёт в ближайшее время. Ну, тиран, я думаю, будет с ним ждать вот эти два барака, пока там начнут работать. То есть, Вердоса один-один доделает, и колосик там уже какой-нибудь выйдет к выходу. И чарж, наверное, успеет сделать. Если вообще чарж будет делать. Может, он линк закажет с колосами, не знаю, не знаю. Так, ну что, Twilight, чарж пошёл. Один-один и колос, да. Вот, вы видите, в Robotics и колос делает. А, ну, там вы не видите, там вебка. Ну, вы видите, сверху вот здесь получается колоса этого. И... Здесь выход пошёл. 2 плюс барака. А нафиг вообще, типа, ну, не знаю. Может быть, такой выход сделать и не надо было. Эти бараки добавли. Так, Вердос видит выход. Это хорошо, это замечательно. Сталкеры пошли встречать. Очень важно вот этот грейд получить сейчас чарж. Без него будет тяжеловато. Колосу дальность можно не делать пока даже колосу. Кстати, Вердос видит, как в другом направлении тиран сейчас пошёл. Дальность можно не делать, потому что она дорогая и не успеет сделаться. А у них и так 7 рейнджа, в принципе, есть. То есть... Так. Обнаруживает Вердос марика. Тут тиран ходит. Минус один марик. Тут он за кустами засиджился, ждёт сталкер. Куда ты идёшь? Вердос аккуратней. Вердос чует, что здесь где-то засада полная. А, рейндж-то уже делается 50 секунд. О чём я говорю, ребят? Рейндж уже 50 секунд делается. Юнита всё больше выше, но Вердоса больше по лимиту. То есть он легко встретит. 2-2 заказ. Значит, третий никус надо просто заказать и всё будет прекрасно просто. Тогда. Здесь уже третья цеха пошла. Отступил тиран назад. Он понял, что туда нечего спешить идти. Туреточки по беременности. Слушайте, ну... Этот тиран уже совсем не мёртвый. Как бы всё нормально вроде играет. Но понятно, что до какого-то топа уровня американского, а тем более европейского, ему далеко. Не говоря уже какой-нибудь корейский там. Бах-бах. Минус сталкер. Разведал Вердос ценой сталкера. Что там танки есть, как бы, и немало их. Здесь третий никус нужны. Так, пилон пошёл. 2-2 Овердос делает. Один грейд забустил, другой нет. А ещё он один-то бустит атаку. То есть лучше бы синхронизировал, чтобы два делать. Так удобнее просто заказывать там будет. Так. Сейчас подстроился тиран. Дождался щитов, танки, больше медиваков. И выход делает. Сейчас боевой уже одинаковый фактически. Но тут прямо, смотрите, какой выход. Оп. Заметь это абсолютно интересно. Видно ему что-нибудь? Не, не видно над кустами. Смотрите, как опс хорошо. Вот хорошая позиция в районе кустов. Ещё не видно что-то нихрена об сервера этого. То есть идёт и всё. Вердос видит тирана. Колосса с рейнджом. Зилы-то прыгают. 2-2 нет. Минка ни одна не вкопалась. Спишем ГГ. Выходим. 2-0 Вердос. Вообще в хлам что-то сбрил здесь, по-моему. Вот. Даже до 2-2. Ну сюда не пробрить будет. Ну сюда не пробрить будет. Хотя призма прилетела. Сталкеров добавляю. Чеш 2-2. Хотя 2-2 может быть и пробреет. 2-2 может быть и пробреет. Не знаю. Тирана. Так. Пытается долго наслупаться. Колоссов пытается отфокусить всех. Но что-то у него не получается. Вердос продолжает давление. Зил это уже на хг поднимается. Колосс упал. Хотел в призму, видимо, Вердос его засадить, не засадил. Ну, тут 30 лимита на 70. Как бы у Вердос тоже косяки есть здесь. Не раскачивает он экономику на 48 рабочих играет. Мне кажется, это опасно, ребят. Вердос говорит элегантно. Ну, действительно, элегантно все было. Ну, теперь придется ждать вообще. Такс. Ну, что, ребят. Рекламу пильну. Спасибо ОПОЭКТЕ. Помните про Падежос. Поддерживайте меня и мой канал. Сейчас я, короче, запилю человека в Падежос. Вот. Ждем второй групповой уже для Вердоса. Ну, и в первой групповой еще, по-видимому, куда-то придется ворваться. Потому что до второй, когда Вердос играть будет, я думаю, может, часок даже пройдет. Ладно, не будем вернуть всякую хрень писать, ребят. У меня есть 6 пельмех. Вон, смотрите. И чуть-чуть грибов. Я, бля, как этот. Как там видюх этого-это. Сомелье, короче. Сейчас кусну по чуть-чуть и к вам приду. Сейчас буду. Сомелье, короче. Продолжение следует... 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 Так, Айтсра17, спасибо тебе, что зарегался. И хорошо, что написал, а то... Много тут всяких товарищей, как бы сегодня каких-то больных развелось. Везде спамят. Так, посмотрим, за НВА эти тут или нет. Может, к этому челу попробуем прыгнуть, который... Так, пошёл НВА, всё отлично. Давайте вердосу группу досмотрим, а там дальше видно будет, короче. Так. 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 Всё, все готовы, короче. Меня чел ждал, спасибо ему. Погнали. Есть же здесь на этом турнире чам. Там есть... Масса. Я не знаю, сколько они там могут у НВА карта отжать или вообще победить. Может, вообще НИП не победит. Такая вероятность можно допускать сюда. Почему бы и нет. Ну что, ребят, давайте Десайдер посмотрим в ожидании следующих матчей. Пока нету верди следующего соперника, ребят. ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Так. Так, ну скоро группа раскидает, ребятка, а группа будет уже на вторую групповую вообще. Так, это ты там пропалитотил, поэтому тебя выпилил, я просто предупредил сразу. 20 минут, не страшно. Начали вы там что-то опять, срач какой-то, я помню, и пришлось, короче. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Так, не знаю, что-то там сказал, я предупреждал. Вот. Так, ну что, тут рипер прилетел. Ко он убил-то собаку, да, собаку рипер убил. Ну, понятно, тиран фаворит, как бы он ГМЛ, он неплохой тиран на американском сервере. Зерк этот вообще какой-то, не знаю, какая лига даже у него. То есть, вот вердост отлетел вообще без шансов. Посмотрите, как с этим тиранчиком сейчас отыграет. Так, вот он, значит, мне некогда смотреть, что там скидываешь, поэтому... Поэтому можешь не скидывать пока что. Было время, посмотрел бы. Короче. Пакта Старпорт. Пакта Старпорт. Гелики в баншу. Марик один есть вообще. Ну, да, стенки пока нет. Здесь забегать Зергу особо не... Хотя нет, смотрите, собаку, что-то заказ какой-то большой пошел. Вот. Так, вот как-то... А, нет, заказывать, смотрите. Прям старается в стиле хэппи. Под момент доделывания КСМ еще одну заказывать. Вот я порекомендовал заранее просто по две пилить, и все. Обычно рабочие не строятся, например. Запилить-то заранее. Нахрена вот эти две секунды простое? Это вообще не нужно абсолютно. Так, здесь Либератор. Тут Хелбаты. На второй Гелике были, короче. Хелбаты жарят всех собак в хлам. Королев сейчас тоже зажарят. Все зажарят, короче, они здесь. Ну, а тут попытка отбить Либерка идет. Ну, так просто его не отбить. Он еще два дрона забрал. Здесь все королевы упали, ребят. Ну, плюс один в мех пошел. Третья цеха, как бы, и можно добивать еще. Чарлик? Не, Чарлик здесь валялся. Сейчас спать куда-то ушел. Поздно, уже пора ему. Так, закомпанирую. Ну, еще придет он. Когда я дома всегда. Кто уйдет, кто придет. Зовет меня на улицу. Так, ема. Как пожгло все нафиг, а? Удает зерк. Успокоиться-то ему все. Ну, тут, видите, неравные. Челы 80 на 47 по лимиту. Два тора пошло. Уже добивать пора идти. Нет, ну, это Мелтизерк вообще. Просто там, наверное, проставили расу, как, ну, так как не знали, какая вообще. Слушайте, ну, против Вердоса зерк даже рабочих 50 не мог отстроить. Ну, понятно, что там другая ситуация была. Ну, тут, как в итоге, еще даже рабочих отстроил, что удивительно. Ну, вот, идет выход, который точку поставит. Здесь сейчас уже через 20 секунд и синее пламя будет вообще. Здорово, Влад. Здорово всем, кто недавно пришел. Я рад видеть. Короче, продолжается движение. Давление в синее пламя готово. Че, тор-то летает. Дропнет его уже. Все, торы все разваливают, падают. Так, крылбатов за трансформер. Бейлинги пошли вперед. Сплит имеется. Ну, и все, минус все здесь, короче. Здесь уже растопщик вообще. ДГ. Вторую карту зайдем. Че-то-то нам надо смотреть, пока Вердос не начинает. Вердос еще, пока на Евро потренется. Как он сказал, минут 10-15 назад, примерно через полтора часа, вторая групповая начнется. Я думаю, что сюда так примерно и будет, не раньше. Пока там все доиграют. Пока, короче, сделают группы и т.д. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, вторая карта, ребят. Может, интервью с Вердосом? Увердос тренится, не надо никаких интервью Я не уверен, что у него вообще скайп там есть Вот Пусть тренится, после второй групповой Если будет возможность, свяжемся с ним уже Такие дела Тут прокси-бараки уже пошли, вы видите Решил не тянуть Так, в интервью было на мейнстриме Ребят, в записи, если будете смотреть Надо было раньше приходить, пол шестого Мы с Вердосом уже общались Он немножечко рассказал Как долетел, как на автобусе из Нью-Йорка Ехал в Филадельфию Что холодно было там, короче Минус один или ноль Где там, вот Все норм там у него Совсем разобрался и все нормально, короче Так, здесь аж 4 барака как бы у Прокси Ой, у Тирана, простите Прокси Здесь 17 хата Газпул, вы видите Брось с дороги Кому навешать Давай, удиви меня Ну все, идет выход, ребят С Мариками У ЗРГ есть собаки Вообще, 6 есть Где они, 6 собак Там где-то бегают Ковер минус Собачки переводятся Две пушки на ХГ сразу Собаки на Муве бегут Куда они бегут-то на Муве Я же не понимаю Крали, его пытаются уйти Нет, Аккрофт не уйти здесь Ну это 2-0, это понятно, короче 2-0, это понятно Уровень разной игры Много на этом турнире Игроков нетильных Но прикол в том, что в США Видите, они приезжают Даже поучаствуют И это прикольно Молодцы Все, Дон вышел со второго места Из этой группы После вердоса Соответственно Я не знаю, что там осталось У нас Ну, несколько групп Еще не доиграно Да, да Сколько времени доиграть Займет, я не знаю Ну, я смотрю, что игроков Таких, которых я вообще Даже знать не знаю У второго группа У вышло много То есть реально сильных Не так уж много Будем надеяться, что Увердосу в группе Если кто-то попадет То один сильный Либо вообще Как бы, ну Не знаю Сколько ММР Узарга И знать не хочу Потому что явно Он не сильный игрок Вот Увердосу в группе Продолжение следует... 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 Ладно, не вижу смысла здесь сидеть Короче... Давайте террасом... Сгоняю... В Орлиной и Петушиной лиге... Надо выходить из этой шляпы, это какая-то засада. Ну и, наверное, уже примерно часок остался. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше, до второй групповой. Ждём её. Ну, слушайте, если через час, сколько сейчас? 15 минут 11-го, ну... За пару часов может и пройти. Ну, если сразу все стартанут играть, как бы, то... Наверное, короче, к часу, к двум ночи освободимся примерно, скорее всего, я так думаю. Кого подглазать? А? Есть! ТСМ готов! Выкладываем штопры. ТСМ готов! Есть, троманёк! ТСМ готов! Здесь что такое-то не заказался, а рабочий. ТСМ готов! Помните, что все плееры работают, если у кого ГГ проблемно работает. Улучшение командного центра завершено. Что там с... да похуй там. Призрыв готов. Что происходит? Кто на новенького? Что стряслось? А? Чего пугает? Системы работают нормально. Вооружен и опасен. Так, смщик катается один, я езжу просто. Давай. Три. Ё. Сигур. Системы готов. Коммун, ай! Вооружен и опасен. Похуй. Отдай! Системы. Проведение включено. Горорация пускает. Валеритов готов. Ээээээ цаны мы чё гулять что творится ладно расстраиваться не будем переживать придется дальше играть куда вы сели дебилами что происходит вооружен геопатия Продолжение следует... 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 Блин, раньше я билд был Синее Пламя, помню такое раннее. В воле я любил делать за тиран однобазовый. Я думаю, надо что-то такое делать сейчас. Продолжение следует. Не знаю, что за билд, но так выходит. Как выйдет, так и будет, короче. Продолжение следует. 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 Чё забил? Чё добил, да? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Такой хитрец, а? Я в суке прям... Так, обновлю, короче, сейчас сетку. Так, все, три группы осталось здесь, и там Decider скоро будет. группа N, группа O, группа P. Вот что у нас осталось, собственно говоря. Придется еще катать, короче. ГГ, главное, ну и что-то ни хрена не происходит. Что стряслось? А? Что? Что? Есть? КСМ готов! Выкладывай! Так скажешь! КСМ готов! Ну, ну, сыграем в ЦЦ-шечку. С разведкой. Что происходит? Что стряслось? Ага! ССМ готов! Будет сделано! Что происходит? КСМ готов! Чего пугать? КСМ готов! КСМ-шечку. Кого подлотать? Что происходит? Кого? КСМ готов! КОСМ-34 switched! Ну, буквально. Её переunahtED Минезв hunter Which hresg. Короче, не надо мне бункер пока. Что стряслось? А? Что происходит? Есть? А? А вопат soon? Брочики. Вроде дороги! Конечно! Улучшение командного центра gracious限. Завершено. Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я не знаю, нахера я долго так играю, такие игры вообще, ну, есть у меня какая-то привычка хернёй заниматься, блин Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Синее пламя с одной базы, ну, такая там, как бы, главный выход сделать. Райну воля прикольная иногда даже получалась, как бы, здесь-то не так. Зерк у меня попался. Ну, давай, синее, все синее пламя, еще раз, походу, надо сыграть. Куда он ездит, я же не понимаю, че он ездит, вот как он ездит, че он, куда он ездит. Куда он ездит. Продолжение следует... 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 Блин, а он, короче, офигел, да? Они там что, все стараются меня обыграть, что ли, я что-то не понимаю, или как это вообще-то, почему так происходит? Танцы, замахи! ТСМ готов! А вот, что происходит? Есть? Не могу. Зададим им жару! ТСМ готов! Положись на меня! Куда стрелять? Что такое? ТСМ готов! Танцы, замахи! Что стряслось? Пристройка завершена. Наши КСМ атакованы. Говори. Продадим им жару. Местопожные минералы выработаны. Давай саршок. Сколько можно сидеть без дела? Что такое? Продадим им жару. Я воронку делать буду. Полный вперед. Есть тройка. Завершена. Положить. Выкладывай. Куда? Все. Положи. Все прям крип тянут, блин. Куда стрелять? Куда стрелять? Говори. Подадим им жару. Подадим, ширина. Полный вперед. Куда? Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Минералы выработаны. Так, какая-то хрень вообще происходит. Буду мне хотя бы в Тир-2-то алмаз перевалить. Из-под земли достану. Так, что там у нас в группе? Всё, осталось две группы, короче. Первый групповой. Отлично, блин. Ну, сколько там игр, я вообще хз, короче. Последний в группе P. Десайдер в группе O ещё три игры, походу. Надеюсь, что это неправда, что там три игры ещё. Так, Epic против, где это? А, нет, действительно, там правда три игры, ё-моё. Ну, это плохо, конечно, ладно, чё. Поехали за Тиранов, короче. Надо было лизать с петушиной. Да ладно, почему она петушина? Лига как Лига. Ореоль. Раз! Друхали! Даже! Оре! Чёрт! Продолжение следует... 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 ТСМ готов! Брось с дороги! Приказ получишь! Так их все летит еще не надо. Приказы будут! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ варуши А? ТСМ всегда есть! ТСМ-45 тСМ' ТСМ-억 Улучшение командного центра завершено. Улучшение командного центра завершено. Улучшение командного центра завершено. На всякий случай еще бункер запилим. Улучшение командного центра завершено. Призыв готов. Пристройка завершена. Открываем! Призыв готов. Что пришлось? Что происходит? Что происходит? Что? Призыв готов. Что на новенького? Призыв готов. Призыв готов. Пристройка завершена. Пришель готов. Пристройка завершена. Время действовать. Я уже вооружен, я... Улучшение завершено. Нехалу и権ават не удалось что-то нилус ему впилить может лучше удалось я уже Блин, нидусы какие-то делают вообще. Так, короче, по поводу вердоса, ребят, чтобы в неведении идти посидите, вот, сейчас я вам все покажу, а вы помните про злоки, про поддержос, про все дела, сейчас я вам все покажу, в общем, что осталось у нас тут фигня, группа вот эта вот, последняя, короче, группа О, вот Эпик Кречи играет сейчас там, я просто не вижу смысла стримить это все дело, я уже жду вердоса, как бы мне тяжело в игру попасть синхронизироваться, надо долго сидеть, ждать, как бы там пока что произойдет, вот. Вот они сидят, как бы, Эпик 1.0 ведет, получается, и не знаю, кто там, что дальше, но можно подождать, кстати, попробовать ворваться в, ну, то есть, попробовать ворваться в Десайдеры там всякие вот эти. А, еще Десайдер, ё-моё, там еще, а, там играют, я не знаю, давайте посмотрим чуть-чуть здесь, посмотрим чуть-чуть здесь происходит. Так, вот он, значит, сдал, охренести всякую, вот тебя и выпилили. Хватит тебя, разбанить-то, если ты херню несешь какую-то. Хватит тебя, да? Вот это все. Да, ну, это все. О, это все, это все. Нигилист, ну, это внушает оптимизм, короче. Всё, последний раз тебя разбанил, короче. Будешь, если хернёй заниматься, то этот аккаунт на пожизненно тогда. Я чувствую ненадолго, да? Ты вернулся сюда. Так, а вы видите, что происходит? Да, видите, вроде. Так, вот какой-то размен просто. Тиран убивает Протсо, Протсо убивает тирана там. Ну, тирана есть чем отбиться, но это 2-0. Это 2-0 в пользу тирана. Что тут Протсо сделает? Вот что за игрок такой вообще? Вот этот Крейч. Что он бегает-то вообще? Вот что он хочет сделать сейчас, я не понимаю. Его убили, его убили. Иди ты в атаку уже, в размен. Пытайся убить. Он назад бежит. Куда назад он бежит, я не знаю, короче. Я думаю, что даже пока Рекалл, это всегда считает, что Протсо player будет пол-тилт. Он ходит все по-тилт все по-тилт все по-тилт. Я думаю, что Тилд уже не будет. Или, по-моему, по-моему, я буду очень Тилд Тилд. Он будет в этом году. И это будет очень тяжело. Я думаю, что это, в факт, что он будет в этом году. Я думаю, что Криши должен просто сделать его все, что он может. Но, если он не будет, что он будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Да, я вырываюсь в игру, фольга, не, из фольги шапка только, а это инопланетный сплав из неизвестных материалов, можно на солнце высаживаться, есть только ночью, когда там холодно. Ну, днем никак, короче, либо зимой. На Европе 150 ММР поднял снуд Озиги. Ну, они уснут Озиги, убил, потом зергу, 5500 проиграл. Ну, это тебя не иначе, как Ревчик выщел, ну, снайпернул просто ребят. Вот. 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 Пошёл и матч, всё, вот это последний матч, первый групповой. Не, ну, у тебя же там секретных аккаунтов на всяй случай жизни, мне кажется, у тебя там и 4500 есть, чтобы зергостный перить. Хотя, если у зерго 4500, вот это вопрос ещё, конечно. Ну что же. Здорово, мистер Ветта, не, сейчас будет вот этот последний матч. Вердос вышел в вторую групповую с первого места, 4-0, там единственный тиран топ-20 ГМЛ американского сервера какой-то был и всё, вот. Ну и мы ждём вот сейчас этот десайдер и... Вот. А потом, короче, этот. Такие дела. На меня или зерго? Не, ну на зерго может, у меня нет вообще никакого влияния, честно тебе скажу. Меня даже хаврайзер там в каких-то чатах идиотом вызывает. Ну на меня это как на зерго не действует, меня-то не бомбит. Как-то так. Я-то знаю, что... Где у нас тут прогеймеры? По запусканию пек в чатике, там, вместе с Неразимом. Женни пек и гусей, там, вот эти. Гуси, роботяги, там, и всё, и так далее. Так, ну что, здесь у нас ПВП, ребят, давайте по игре немножечко. Актомологист, это вообще как переводится, кто это такой вообще? И Крейчер, создание. Все, короче, последнее тебе предупреждение будет ЛНед. Хорош, что там матом, ругаться и вообще херней заниматься. Вот. Так. Секундочку, гляну кое-что, ребят. Секундочку, гляну кое-что, гляну кое-что, гляну кое-что, гляну кое-что. Так. Да я вообще не банил ботлнета до последнего. Просто смотрю, что какой-то странный чел, МАО 2000, в стиле ботлнета, лепит. А уже аккаунты все без меня, кто-то выпилил его, другие. Что-то ботлнет там, походу, это... Пора тормозить ему всё-таки с этим сбухающим-то. Яд держусь, а вот у других-то пригорает. Ну что, ребята, здесь... Здесь этот... Здесь у нас Феникс. Здесь у нас Феникс и второй Феникс. А там что у нас? У Креча. Предпредам подкаст. А еще Олег дрыхнет там за мной. Могу показать он кому-то. Но глазом одним палят, что что-то там про меня говорят. Про мою шерстяную персону. Так, может он сдох, говорит, какой-то походу средомый пацан. Нет, Бандера сдох. А Чарлик живее всех живых. Ладно, все хорош, а то... Ща начнется лють какая-нибудь. Слушайте, актомологисты что-то разваливают тут просто. Пришел. Все развалил. Клам, что-то пилон сразу попуснул. Вообще как это у него удается там? Будущий чемпион турнира. Иммортла поднял. Так уж идет интересный прям такой. Ну, попусни-то иммортла. Попусни-то сталкеров уже, блин. Опять иммортла поднял. Попусни-то сталкеров. 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 То есть всё я даже не додавил в итоге. Прикиньте, судьба иммортала просто. Провисел всё время в воздухе, вообще весь бой, короче. Я даже не знаю, стрелял он по кому или нет, но любист выжил в итоге. И тут ещё главный тип. Сейчас всех развалю, короче говоря. 59-61 по лимиту. И здесь гиппи как бы нарастает количество их. Но третий некст не скорее. Не заказал. Так, здесь фениксы летают, отшатают. Здесь блинк появился. Короче, отступил этот голубенький, или я не знаю, что это, морской волны. Кто это такой вообще за цвет? Октомологист этот. Креча. Сделал блинк и отбивает последующий харасс весь. Причём по рабочим вровень. Вроде 4 юниты приходят, рабочих убивают, рабочих всё равно ровно. Может забить на это дело вообще юнитов, просто дома строить, когда я не знаю. Здесь фотонка уже появилась. Ну всё равно, куда ты полетел, бомбит? Минус феникса 2 на 2 рабочих. Ну это совсем не очень. Так, пытаются здесь словить. Не словить вообще. Блинк доделывается. Плюс 1 здесь. Октомологист, я имею в виду, блинк доделывается. Гейтов давайте посмотрим. Здесь 6 штук гейтов. Так, ну вы-то не видите из-за вебки. Вот здесь 6, здесь 3 гейта всего лишь получается. В остальном всё более-менее ровно. Но здесь архивы темпларов. Удел с гейты добавляются. Тоже третий нехсус. Здесь пора... А нет, здесь так же. Блин, как это... Как можно так? Просто война идёт вообще. Идёт, идёт, идёт. А всё одинаково в итоге. Блин. Нет, Авила не получилось постримить. Они минут 40 играть начинали. Вирдос уже пришёл. И Вирдоса начали насмотреть, в общем-то. Там на мейнстриме что-то от Авила было. Я не знаю, вышел он там, кстати, или нет, Авила. Посет. Выдели там, нет? Посмотрели. Вышел со второго. Просто он на Венерафта проиграл челу, которого я стримил там одну игру. Потом, значит, реванш взял у него, получается. Так, 91-100. У синего уже больше. Лимит кем-то образом стал. Агрейд им лучше. Здесь пробок часть. Вот 4 штуки стоит. Вообще ничего не делает. По центру где-то движня идёт. Куда-сюда сталгрейд гонять. Ну, лови ты их, блин, контур. Что ж ты творишь? Что-то всё на муве идёт. Блин, 3 юнита идёт. Он стоит, боится. Иди ты убей их, ё-моё. Наконец-таки. На ключе Меркуриел просит плюсики, если скучаешь за Жехой ковром. Это ты на гудгейме проси. Тут сразу тебе это. Между прочим, Женя приходил тут на днях. Вот. Значит, ещё следит за Стариком. Не полностью капиталистом стал, в бизнес ушёл. Так, пришёл синий, короче, и выпилил. Как вообще? Почти продавил тот чел, и всё. Вторую карту нужно нам. И последнюю на сегодня. Вот. Так. Всё. Оп! Всё. 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 Исп Board. Всё. 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 Так, жду инвайт, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Все, отлично, зашел. Субтитры сделал DimaTorzok Так, почему не буду? Буду. Зачем я здесь? То есть я просто 6 часов здесь, 6 часов стримлю, чтобы не стримить сторон групповой. Вы шутите, что ли? Мне просто, ребята, извиняюсь, друг мой, с которым... Ну как, друг, знакомый. Вот, с которым я зазнакомился на армии России в этом году, там, в Кубинке. Вот, группы появились. Отлично. Смотрите. Так, на Ликвипедии пока не появились. О, смотрите. Проба, Крейчер. Хрен, они уже Крейчера продвинули. Офигели. Да, они еще играют, а они уже Крейчера продвинули. Выдают. Слушай, Икскавайн с Вирдосом. Проба, Крейчер. Нормальная группа. Надо выходить. Че, братюнь? Погодите, не стартуйте только. Дайте это смотреть. Вот. Последняя игра на сегодня здесь, в этой группе. Вот, человеком познакомился в Кубинке. Просто вот он мне рассказывает, что в этом году будет юбилей в Кубинке. Авиашоу, скорее всего, в мае, как бы, он шарит. В Липецке хотят шоу теперь делать опять заново, как бы, хорошая армия России. То есть, сегодня много будет. В этом году много всего будет, а я обязательно поеду. Вот. Я, ну, хочу календаря фотку скинуть 25-летие, короче. В русских виде серии, ну, как-то вот так вот. У нас надо сфоткать, короче. Так, ну что? Так, третьего нету группового. Два групповых и плей-офф. Там просто у них изначально, короче, было типа три групповых. У них не было первого группового РОД-96. РОД-64 сразу было. 64 игрока было просто. Вот. Меньше, наверное, чем планировалось. Я не знаю, в чем там прикол. То есть, вторая групповая и завтра плей-офф. Все, вот такой план. Если я не знаю, как там плей-офф, завтра будет одновременно все игры идти. Нет, как бы, ну, за вердосом будем смотреть. Я думаю, что из этой группы он должен выйти, как бы, по идее. Короче, по-любому он выйдет. Хорош, вердос даже не думает, там не выйти. Ну, пробы мы сегодня, кстати, смотрели. Между прочим, ПВП могу вердосу скинуть. Даже репон, если надо. Хочете, скину. Ну, там хоть у него, понятно, такой сей был. Так, ну, здесь Креча без варпа пока ее не встроит. Роба делается. Здесь какой-то выход идет, то есть, под пуш. Ну, тоже с роба, то есть, не улыновый абсолютно, под пуш. Ну, пацаны-то уже, которые вторую групповую запилили стадию, решили, что вот уже синий проц победил, а они еще играют. Таким-то сейчас отлетит. Придется менять. А этот пацан, как в суд, на них подаст, как американцы любят за то, что в него не верили. И бабла просто отсудят. Пришел, что-то походил, ушел. Ну, ничего, пришел, посмотрел, ушел. Ну, никак, ну, никак мне. Взял и ушел, все. Что теперь, убийца, что ли, насмерть? Нет, конечно, надо уйти. Решил актомологист. Задержка на стриме минут 10, а ничего, что я в игре нахожусь. И задержки нет, кстати. Это шланг турнир все-таки. Короче. Ну, вот самое интересное, что актомологиста больше по лимиту, чем оппоненты его. Она опять что-то ходит, харасит тут, ну. Ну, что здесь в плюсе? Ничего здесь в плюсе вообще нет. Ничего. Йонитов меньше. Рабо... А, нет. Йонитов меньше, да, здесь. Но рабочих на 3 больше, экономика лучше. Так, ребят. Кстати, я давно хотел спросить сегодня, просто забыл. Кто-нибудь смотрит UFC? Ну, и бои какие-нибудь там. Вчера к другу заходил. Вчера к другу заходил. Он сам там как бы занимается. Вот, любит все это тем посмотреть. Ну, я тоже как бы не против, как бы им есть. Смотрели вот это при шоу, как бы 21-го же завтра получается два там титульных боя будет жестких. Мне что-то прям глянуть даже захотелось. Прямой эфир где-нибудь вообще бывает. Я видел, что на губгейме кто-то начинает стримить, когда все виснет к херам собачьим, но их выпиливают, я так думаю. Там, короче, этот... швейцарец с каким-то негрилой, там, борцом, и еще более жесткий негрила. и с хорватом каким-то будет биться. Забыл я, как их там зовут. Потому что не смотрю, это постоянно все. так, ну здесь гиты и открываются. Плюс-то я не знаю, во сколько, может, с турниром с этим совпадет, короче. матч ТВ или спорт. Чё-то ли разница? Между прочим, там вот этот, который с хорватом бьется жестик, у него апперкот, там какой-то рекорд в мире просто, там даже цифры, я не знаю, в мощности, и он вообще вопреки каким-то рабом там был, лопатой копал. Ну, а лопатой ты копаешь так, то есть пах, пах, а теперь он делает людям так, пах, пах, и они просто падают. Я думаю, что если бы мне так дал бы, голова полетела бы просто. С таким ток с калашом, как бы, можно разговаривать, ну, если там на тебя пойдет. Ну, ладно, а кто шарит вас, сколько будет это и когда? Так, да ладно, такой вопрос. С плеерами я понял, что хер пойми где, но надо искать. Четвертый Nexus здесь, ребят, извините, за all-stop. В общем, видно, что вот этот прот строит, как бы, юнитов, но он что-то стоит, как бы, ну, и никаких выходов нет вообще. Ножиком можно справиться. Хотел бы я посмотреть, как ты с ним ножиком справишься. Я думаю, это было бы печальное зрелище для тебя. Вот. Так. Дарк рубит, всеми ушел. А нет, смотрите, Даркума отвлек, сюда пришел, прямо скиллуха подъехала. И там вроде все норм. Слушайте, Nexus пытается выпилить, успеет прийти синий-то сюда. Даже если Nexus выпилят, сюда еще уйти надо. ТП. Так, ну одного Эморфла убил. Дарк в итоге... Дарк в итоге никто заберет или нет? А вот телепортнуть сюда, Observer есть? Вот это телепорт просто скиллухом. Просто скиллухом. А че телепортировался-то? Дарк такой, в шоке просто. Просто в шоке. Я уж матом хотел сказать. Че произошло вообще? А вот и Observer подлетел. Ну, бывает. Кормье, да. Вулкан Азимир. Это вот вулкан... Это этот. Как его там? Швейцарец. Этот. Как его? Шесть по Москве. Двадцать первого. Это уже сегодня, что ли? Через шесть часов получается? Ну, так, да, ладно. Так, понятное дело, что ничего смотреть мы не будем, потому что завтра стримить надо. Так, сто восемьдесят, сто сорок семь. Потом результат посмотреть. Такое в прямом эфире, как же круто смотреть. Так, ну здесь всего больше. Слушайте, сейчас октомологиста выпилят просто и все. Как двадцать первое, через пять минут будет. Так, ну здесь дарки. Ответный! За просто секунду! Пусть секунду... Меньше, чем за секунду до готовности опса просто выключает роботикс. Приходит выпиливать Нексуса. Ответная такая любезность. ТП-шся домой. АТП-то, блин, использовал! АТП-то использовал! Ну все, ГГ 1-1 походу, ребят. Дастин, Ортис. Не, вот этот Дастин это какие-то левенькие, разогревочные. Это точно не титульный бой. Там Хорват должен быть с... Забыл как, короче. С каким-то вот... С Камерунцем, короче. Вот с этим жестиком, про который я говорил. Так, ну здесь и приходят, в общем-то. Слушайте, а лимит это равное почти. Откуда-то здесь наварпалось просто немерено юнитов. Синий идет, просто сюда. Надо бой ему давать. Здесь и мофт много, право я смотрю. Что они все... Они фокусеры, что ли? Я чуть не понимаю. Что они не куску все фокусят? Вообще больше ничего не делают. Конечно, понимаю, фокуснуть это по скиллуке, конечно, но не настолько же. Так, какой жесть какая-то вообще. Все в куче. Сейчас зилоты просто отдаваться начнут. Отступает назад. Вот реально я не понимаю. Может быть, этот какой-то американский читер, вот этот вот синий проц, но он же здесь просто отдался сейчас, а в итоге у него больше, он здесь еще отбивается на изичах. Откуда эти юниты взялись? Я пока что-то там угорал, все пропустил, как обычно. Но я уже вердосу жду реальные скиллухи. Все-таки 2-0. Походу, может, они знают там что-то. Может, они реально как бы уже машину времени придумали и в будущее заглядывают, поэтому сетку сделали как бы уже. А я тут матч стримлю, думаю, что еще он не проиграл. А вот этот голубой ты уже проиграл, чел. Ну, голубые они вообще в принципе проиграли уже сразу. Шуточки за 300, как бы, сами понимаете. Вот. Знали бы политкорректные американцы, что я леплю, меня бы, наверное, забанили бы из Старкрафта, да? Да не, это шутка все. Так что, я думаю, все норм будет. Слушайте, пришел, убил. Крепку надо. Смотрите, я не знаю, откуда вот здесь вот юниты эти все взялись. Походу, он наварпил и на две части все поделено было. ЦРУ бы вебку забанил. Нет, через вебку бы сфокусил бы лазером меня тут жег бы, короче, как спутник этот в фоллауте. А что, уже все? Уже матч что ли? Вердос матч, уже болеем за вердосу. Отлично, Икс Кавайн. Отлично, ребята. Ребят, вторая групповая подъехала неожиданно. Такс. Погнали, пацаны. Так, рекламу пилю про адлоги, помните, про поддержос. Сегодня стримлю на износ. Рыбачок пошел. GSL, блин, 4 часа сегодня был с утра. Во-первых. Во-вторых, сейчас уже 6 часов стрим идет. Ну, еще часика в пару-то, наверное, пойдет, пока вердос играет вторую групповую. Как вердос доиграет, я все, я закругляюсь. Вот. Так и нет у меня минутки, чтобы календар скинуть вообще. Да. Нин, я с тыли поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, смотрел сетблоком, поэтому периодически скидываю, но ты знаешь. Боттлленч, ну ты, я смотрю, опять как бы, да, тут на грани ходишь. Спасибо, Ниндистайл. Все б такие сознательные, как ты были. Смотрю, садблоком, знаешь, там, поэтому покушать тебе принес, там в дверь позвонили, принесли покушать. Так, ну что же, да, действительно, так и есть, Ларри. Ну, тут против вердоса элегантные билды какие-то пошли, смотрите-ка. То есть, он должен понимать, что сейчас какая-то, может быть, агрессончик, и он, кажется, едет проверять, что здесь, где происходит и оп-оп-оп-оп-оп увидит, не? Вот она, КСМ, куда-то, что там, как, где? Вот она, факта летит, вердос видит. Она уже наверху. Здорово всем, ребята. Факта уже наверху. Что сталкать-то встал? Беги сюда, шатай, ломай. Минка делается вообще. Так, что вердос бегает-то взад-вперед, я не понимаю. Тиран какой-то странный, минку заказал, улетел, отменил. Вердос просто русский хакер на мельдоне, сами понимаете, тут ничего не поделаешь. Будет не победить его, походу, этому тирану. Так, проверяю, что здесь происходит, вердос. А вот и факта. Минка куда? Вот, вердос видит. Хрена у него минка, короче, американская, имбовая, посмотрите, какая. Прям страшно аж смотреть. Куда ты убежал-то, ё-моё, убежал-то? Чего вот он убежал-то, вердос? Непонятно, вердос видит минку, и шёл бы, ловил бы её просто, да и всё, блин. Так, там, в соплай блок у тирана, была, я даже не заметил. Я даже не заметил. Этого минка вкопана, кстати. Чё-то она там пыхтит, чё-то дышит. Это всё, минус. так, Так, ну вердоса, блин, кроба и все в порядке, короче, у него. Здесь тим заказан, три ба... опа. Ну, кстати, по билду у Тирана интересно то, что у него три барака, Старпорт уже медиваки делают. Ну, агрессивничать сможешь скоро. Лапки-базуки у Минки. Обкололось этим... Как-то его там забыл я. Уже неактуально. Слушайте, ну лимит-то у Тирана этого больше боевой, чем у Вердоса, вот что плохо. Кстати, он резко-резко загрузился и полетел вперед, и он хочет так, перехват сделать. Американский перехватчик. Американ перехватчик. Я говорю по-английски. Sorry. Ладно, это я кореш своего вспомнил. Вот. Ну, или по Сливкиной стратегии. At this merriation. Что-то непонятное Вердоса происходит. По марикам постреливает, часть у сталкеров ушел, часть не ушел. Здесь скопил гейтов 7, похоже, вообще. Танк приехал, слился, короче. Не, не слился. А что Вердос не блинкался-то вперед? Ну, где бы я вперед-то элегантно? Ну, когда оно так нужно, а его нет. Через несколько секунд чаш будет готов. Через несколько секунд чаш будет готов. Здесь хорошо с сталкерами работает в тылу. Так, вот не очень было. Минус медивак, минус два марика. Где Зила-то? Вперед и Дуда. Заходи ты уже блинком туда, и все. Что за Вердоса делать? Блинком зашел. Гэ-гэ, емко. Ну, это как-то просто вообще. И непринужденно, я бы сказал. Молодец, Вердоса. Не зря, может, поехал на турик-то, на этот. Вердоса. 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 Ну, лучше с первого выходить в место, ребят, чтобы на второе попасть. Я думаю, здесь Вердосу в плей-оффе. Конечно же. Конечно же. Так. Все, вторая карта. 1-0. Вердос лидирует. Смотрим вторую карту. Это Блэкпинк-карта. Вердоса, вы видите, на 11, оппонент его на 5, получается, в часах находится. Так, ну что, пилон гейт. В смысле, странный пилон. Чтобы рипер не прилетал. Ну, а здесь опять какие-то чудеса пошли. Сныканный барак. То есть, Икс Кавайен играет именно так скрытно, что показывает якобы Чизин. Приходит пробка у Вердоса, начинает разведывать все здесь. Кто там у него на этой дрога, что ли, или кто это? А, Келлажур. Келлажур, да? А у Келлажура есть своя вот эта картинка. В этом году разве рисовали так? Или это вообще не Келлажур? Ну, вроде на Келлажура похож. Или кто это? Я даже хз. Может, он сам себя нарисовал? Челик-то этот. Так, здесь Марик. Факта пошла. Опять Прокси. Ёму, какой Чизирок-то, а? Опять какая-то Прокси Вердоса понимает, что что-то там не так. И поехал. Будет искать. Келлажура ставить на талисман фейспаум. А кого надо ставить на талисмана, скажи нам? От кого скилуха повысится? Так. Ну, ездит Вердос, Прокси проверяет, пока ничего не нашел. Факта там, Старгейт, Старпорт рядом заказан. Куда Вердос там едет? Правильно едет? Правильно едет! Опа! А вот и приехал Вердос. Ну все, смотрите, там у Вердоса ничего не урублено нигде. Так, минка есть, минка в пробку стреляет. Это самый провал, который только мог бы быть здесь. То есть Вердос просто минку убивает и все. Ну вообще, как бы, честно говоря, согласен с комментаторами в чате даже, с экспертами. То есть поставить барак, типа, показать, что ты Прокси делаешь на мейне у себя, сныкать вот здесь вот на второй, да, на натурале, и делать Прокси. То есть ты такой барак ставишь, ты делай дома, наоборот, развивайся, халявь, как бы. А то получается обманул, что Прокси, обманул-то самся, Вердос начал искать и нашел. Ну то есть чушь получилась полная. Кстати, однобазовая элегантность здесь подъехала, я смотрю. То есть это марики плюс танк будет здесь. Вердоса блинк-то не успевает, кстати, сделаться. Вердос еще и рабочих бустит, вместо того, чтобы блинк бустануть там, или что-то полезное вообще. Вердос как опасно действует, не знаю. Интересно, сколько там пинг до американского сервера, вот этого, до их же сервера, я имею в виду. У меня вот 140, как бы. Вердос говорит, что там до Европы 90 просто у них, до европейского сервера. Это очень круто, это крутой пинг. Потому что у меня до европейского 50-60, даже 60 чаще, чем 50, по-моему. Один раз 40, я по-моему, видел, было, но... Так, здесь танчики плюс... Плюс несколько мариков. Вердос за медиваком, хочешь, ты бежишь, ты вердос. Ай-яй-яй, пробки выходят. Два танка здесь, сталкеры падают. Надо ли пробками-то против такого биться? Не надо, конечно. Сталкер на мейн уже пришли. КСМ-ки будут, минераллок? Нет, не будет, пока минераллока. Так, либератор раскладывается. Вердос пытается законтролить. Так, здесь... Что у здесь? Гейты открываются. Плюс два, пять гейтов. Блин, почти готов. Рэпчик получается. Так, здесь вердос. Короче, ребят, 2-0 вердос. Я думаю, что он обязан здесь отбиться. Пусть я не знаю, как здесь не отбиться можно даже. Надо танк только фокусить, а не стрелять на оклике, блин. Так, здесь унитов слил. Здесь все убил. Пустянули. Вот реально вердос победил, но мне кажется, надо четче еще нагибать просто. Молодец, вердос. Молодец. 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 Так, надо, да, к пробке успеть, вроде успеваю я к пробке прыгнуть. Сейчас попробуем, с кем он там играет, кстати, и в какой группе вообще вернулся. А, с крейчером он играет, с которым только что смотрели мы. Почему в игре рейла в итоге вернулся? Стратка такая, mindgames, короче, называется. Так, ну что, сейчас мы, короче, смотрим на... А, еще не понял, в какой там игре крейчер-то. Впрочем, короче, сейчас либо досмотрим. Пробки против крейчера, либо уже будем, короче, смотреть этот вердоса против пробки. Я не знаю, короче, что там, какая ситуация, что-то непонятно там вообще. В общем, в любом случае мы будем все смотреть. Так... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть Вердос свою сыграл, значит мы вообще его полностью в группу что ли посмотрим. Так, секунду-то, я быстренько сейчас... А, куда я сфоткаю? Я же камеру у Сереги не забрал. О, ё-моё! Тюшкину ждём. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну сейчас заинвайтит меня чел, то есть мы их посмотрим и... Потом мы посмотрим Вердосы с победителем. Сейчас я кое-что гляну, ребят, погодите, календарь... Ой, на каком он не должен... А, ой, инвайт пошёл как раз... Сейчас, погодите, я человеку хочу послать просто фотку. Сейчас календарь за скриншотчу вот этот. Вот, сейчас... Да куда, бляха, муха, муха... Всё, игра начинается. Походу это 0-0. Всё, игра Yin. Так. Так, ну что. Вердус надо смотреть, кто и что делает. Сейчас я быстренько скину кое-чё. Играет музыка. Так, сейчас, ребят, секундочку быстренько скину. Я здесь, среди теней. Так, всё, ребят, давай по игре, вот, давайте по игре. Нексус погнал, короче, у нас здесь. Нексус здесь, Нексус здесь, плюс два гейта, короче, ребята, и твойлайт угроба после Нексуса. Ну, крейчеры, вы видите, что происходит. Пилон, пилон батарейка, вагита без твойлайта, без робости. В случае, ну, проба достаточно чётко играет, я бы сказал, сейчас. Вроде неплохо исполняет. Ну, против дарков, например, вот этот билд беззащитен практически. То есть, тем более, а, и третий гейт без роба. Ну, я думаю, что, то есть, вердос тоже обольщаться здесь не стоит. Почему бы, потому что он же понимает, крейчер, наверное, пробу, что вердос уже отыграл. Он может смотреть, как бы, например, игру, и он будет, может, по-другому играть. А может, не будет по-другому играть. Так, иллюзия летит. Здесь тристалка, пробщик приехал, уехал. Так, рекламу не пилил уже 25 минут. Так, ну, приходят сталкеры, сюда щас под пуш начнётся. Ну, вообще, очень агрессивный такой билд, как бы я бы сказал, опасный. Сталкеров 9 штук. Здесь у нас что? Здесь 7 сталкеров, центреат. Короче, нихера здесь нет. И иммортал робу бустится, а ничего в нём не заказано. А, обсервера забустил, походу. Что он делает-то? Просто блинкался бы так, как до этого блинкался, и всё. Здесь иммортал заказывает. Так, ну, здесь робу вот добавлено, форжа. Выходит всё в более позднюю стадию, насколько я вижу. Робу тут что-то ищет. Бегает, разведывает. Или просто на ксилнагу. Да, просто на ксилнагу сталкерасстел. Здесь пробка на ксилнаге. Здесь иммортал есть, кстати, прямо через стилнагу пролетит иллюзия. И пошёл искать пилон, и, кстати, найдёт сразу же пилон. Опа, иллюзии заметил пробу. Проба заметила, проба, проба заметила иллюзию. И проба своими сталкерами идёт ловить эту иллюзию, кстати. Блин, ну крейчер, смотрю, соображает, соображает крейчер. То есть он понял, что его могут иллюзию перехватить, и курс изменил ей. Значит, не такой уж мертвец. Вот это действие для меня говорит об этом. Так, с пилона уходит пробка. Здесь блин, кстати, готов. Пробка всё вообще. Так, сейчас пилончик случайно найдёт. А вот он и пилон, здравствуйте. Я пилон. Морфл его наказал последний. Он сделал удар. И в итоге что мы видим, ребят? 10 плюс 2 гейтай. Всего 5 будет. И третий нексус. Ну, здесь третий-то раньше намного нексус. И гейту больше. Как-то крейчер вообще всё круче, чем, по-моему, проба делает. Причём реально как-то серьёзно круче. Тут ещё, может, проба и не победит этот, блин. Если так пойдёт дело. То есть 57-46 по рабочим просто. 58-46. Но 4.83 по лимиту. Играет музыка. Так, слушайте, здесь телепорт на мейну. Вот начинает проб разводить 10 юнитов. Вечерский. Кстати, смотрите-то. Пришёл иммортал спас. Иммортал ушёл. Здесь 3 иммортала сентря, сталкер, архон на третьей базе. Ну и всё ещё, всё. Всё ещё, всё неплохо. Как у крейчера до сих пор. Насколько я вижу. Ещё он сейчас пробовских сталкеров может поймать. Одного точно словил вообще. Плюс 2 пилона на третий миф. Здесь архоны добавляются. Боевой одинаковый практически. Там пробов больше. Четвёртый миф. Слушайте, как-то крейчер играл кодисайдер. Мне показалось, как-то, ну, хрен знает, мёртвенько он отыграл. Против того, в росту. А здесь как-то прям преобразился даже во второй групповой. Наверное, стратой не палил, походу, да? А, плюс 5 пилонов. Всё больше и больше архонов делается. Тут единственное, грейд позже. Так, здесь 2 аморкла было потеряно. Минус призма ещё. Ой-ой-ой. 139-135. Там тоже золото ставится. Здесь запас какой-то ресов хороший. Флитбикон. Нафиг ему флитбикон-то. Вот почему просто не выиграли? Зачем тебе флитбикон вообще? Мазершип, походу, хочет крейчер. Ну, сейчас, пока мазершип он строит, его и развалят, мне кажется. Просто. Вот как-то крейчер строит юнитов хорошо, но он как-то зажат у тебя дома, что ли, как-то оборонительно действует, а проба имеет меньше, как бы, и те же самые технологии, но свободно по карте передвигается и разводит оппонент своего. Так, опять на мейну рэп. На золоте зато сейчас крейчер легко отобьётся. Но вот на мейне проблема у него. Опять гейты отключены, опять какая-то хрень начинается. Так, здесь 4 сталкера, плюс иммортку сейчас. Ведь надо иммортку притормозить и дать боем. Здесь непонятные вещи тоже происходят. Вместо того, чтобы подраться нормально, крейчер какой-то бежит. Что такое-то? Тут ремонт вообще-то пришло. Просто на пилон разменивает пробу просто сталкеров 6 на 1 пилон. Что же ты делаешь? Уйдите же ты просто за и всё. Ошибка безусловная, но здесь зато до варп идёт неплохой. Надо всё теперь к золоту стягивать, получается. Всё-всё-всё, здесь уже нечем... Здесь уже ничего нет, фактически. Здесь же фактически ничего нет. Идёт к золоту. Плюс 3 закал, здесь тоже плюс 3 делается. Так, сместился вот сюда, получается. Ко второй, да, атака будет. Ну, на вторую атака неожиданная, конечно. Здесь стенка есть, как бы. А это значит, несколько секунд можно выиграть будет. Так, всё здесь, и мы возвращаются. Здесь иммортал, там иммортал, везде, короче. Иммортал приходит, крейчер. Смотрите, сколько у него иммортал. Ну, он хорошо здесь драться будет. Да, варп дилатов там, да, варп дилатов здесь. Арконы, правда, сзади за имморталами. Ну, как же они раздают? Это же просто жесть. Сколько здесь вообще? 8 штук здесь, и там один ещё за стенкой. Арконы ещё вступят сзади где-то. Куда ты телепортируешься? Что он делает вообще? Вот это... Вот это был скилловый ход. Отсюда телепортнуться вот сюда. Ну, это прямо аж... Слезу я сейчас пущу. Где мой 2012 год? Где скиллуха? И ты пробил, короче, пробовал. Крейчера больше. То есть, понимаете, вот видно, что Крейчер боится своего оппонента. Его больше по лимиту, ну, у него нормальный микс, он боится драться. То есть, он не смог соединиться с армией своей. Арконы сзади за иммами где-то тупят. Вот выведи Аркона вперёд перед имморталом и просто убей. Ну, нет. Здесь микс-то был хуже намного. То есть, здесь одни Арконы были, А здесь были и Арконы, и имморталы, короче. Всего здесь было нормально. Ну, в итоге пока тупил, пока боялся и... Минуснулся, в общем-то. Вообще, по-равному у них почти идёт. Ну, а, зашипнуть Аркона тут. Шестью своими лучами жарят. Билы-то пришли, всё потоптали. Рабочих разломали. Всё разломали. Какие-то кареры, какие кареры вообще? Строил бы армию, просто не мудрил бы и дрался бы, и всё. Так, здесь на третий переход. Призм здесь есть. Аркончик никуда не делся, Аркончик минус. Гавар пойдут, сделают и мейн уже, вышатывают. Короче, ребята, 1-0 проба, и... Это понятно сейчас становится, что это 1-0 проба. Г-г. Так, ждём ещё одну игру. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ждём её. Субтитры создавал DimaTorzok Так. Так, короче. Что-то достал уже. Херню сюда родят. Субтитры создавал DimaTorzok Жёстко как-то тяжело. Кризис тридцати. Не пережил, не пережил, не переживал. Не переживал. Фу, буду устал я, ребят. 0.37. Уже почти 7 часов сейчас. Сегодня уже 11 часов стрима. Вот. Ну, за вердосу надо было поболеть. Ну, ему предстоит сыграть с победителем вот этого матча. Скорее всего, это проба будет. Лучше его обыгрывать из первого места выходить, конечно. Я так думаю. Ну, всякое может быть вообще. Я так думаю. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Так, Чарлик там вообще вовсю дрыхнет. Здарова, Миш, я помню твой никнейм, а что ты там на Твиче делаешь? Турнир Чизодельфия, Филадельфия в США. Субтитры создал DimaTorzok Кто там играет? Сейчас, ребят, погодите, спрошу, напишу смешки жене. На ключ ли дверь закрыта? Потому что если через там часов закончим, и я может домой пойду, тогда не буду здесь. Высыпаемость у меня хуже, как бы. Я здесь, среди теней. Телепортация завершена. А, с телефона понял. Короче, вот победитель сейчас этого матча будет с вердосом играть, соответственно, извиняюсь, все, отвлекся, человек уже здесь, я вернулся. Так, сталкерами находят. Все, смотрите, проб нашел, здесь пилон, проб сейчас, ребят, быстренько я просто позвоню, пока время есть не поздно, что, может, Даша не спит еще, а то, блин, хочется идти, а то вдруг там не на ключ нифига. Так, все, извиняюсь, а здесь, чтобы понять, никто трубку не берет, блин. Так, ну что, что-то тут все погибает. А, это свою батарейку выбил, короче, пробу. Твоя игра будет после масса лаки. Все понятно. Ну, здесь еще тоже не конец, пока побегают, там, в общем-то, масса лаки и т.д. Ну, потом твою застримим, может, масса лаки застримим, если успеем у вторую, например. Не знаю. Здесь пока ситуация не в пользу. Пробую опять, кстати, говорю. Креющая на 10 рабочих больше, блин, каким-то образом, непонятно. Ну, пробовали теперь. У него 3 феникса и 2 оракула, это, знаете ли, связка, которая умеет рабочих количество уменьшать. Правда, в север четко палит, где-то летает у нас проба. Так, ну что же. 2 оракула, 3 феникса, все это летает, а что проба-то? А, вот, идет он, третий нексус встать. Главное, дарки есть, ни аксера, них хрена дома нету вообще. Хоть бы что-нибудь оставил. Так, опять феникс и оракула залетают. Нора, кулу сжечь начинает. Так, 8 пробок выжиг, это неплохо было, сейчас и скину. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Так, с плюсом архончики попёрли. 100 на 108 по лимиту. Здесь контролит третью, прикрывает. Очень пассивная такая игра здесь идёт, очень пассивная. Продолжение следует. Продолжение следует. Здесь выход идёт с призмой. Чё-то непонятно, про куда он идёт. Здесь вон основная армия ходит. Зилотов нашёл, кстати. Куда проба бегает? Шёл бы сюда бы и пробревал бы, действительно. Он решил отступить. И опять же, крейчер по экономике был в плюсе, в плюсе, в плюсе. А в итоге, в итоге, по лимиту в минусе. Хотя у него 10 гейтов, сейчас в арпе просто юнитов. И можно переварпить, по-моему, очень неплохо. Так, здесь что-то стоит проб. Ни туда, ни сюда не идёт. Вот здесь довар. А, он с двух сторон хочет. Чё-то он такой синхронист. Прям, я смотрю, с двух сторон заходит. Снизу и сверху прям одновременно врывается. Сверху юниты неплохо подошли. И снизу, вроде как, тайминг одинаковый был врыва. А это хорошо всегда. Феникс прилетает, можно поднять имморталов, например, что и делает проб. Слушайте, проб выпиливает здесь оппонент своего. А здесь, вот эти зилки могут зарешать всё здесь, кстати. Их слишком много, потому что здесь варпанулось. И проба бежит. Вот хотел сначала призму сбить, передумал, поднял имморталов. И в итоге призму может и подрешать. Так, ну здесь большая часть телепортнулась. Опять плюс архонов пачки тут какие-то у крейчера. Все вышли, все залечила батарейка. Просто пока мимо шли, всю энергию почти, кроме 20 успела истратить. Все вышли, все вышли, все вышли, все вышли, все вышли. Снимаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Аптервер влетел... Пилон видит пробу, надо убить его наконец-таки. Так, здесь что-то стоит, все будет происходить-то, не? Да, убил пилон наконец-то. Теперь можно и лимит весь взять. Здесь призма еще рядом есть, я смотрю. Вообще практически вровень идут. Вообще одинаково все в этой игре. Так, пробу будет? Бой-то давать, не? Пошел бой. Призма чудом сейчас улетела, точнее чудом улетела, в смысле уничтожена была. Делки вовремя приходят, которые там пилон вырезали. Здесь, кстати, Дарк есть, которого проба не видит. У него Аптервера здесь. Ну, слушайте, этот Дарк просто нереально решает. В итоге проб умудрился здесь развалиться. Нужно сваливать. Хотя здесь есть Блинк Сталкера, от них свалить будет тяжеловато, мягко говоря. Поэтому часть унитов уж точно не уйдет. Один Архон минус. Ну, куда-то взял всех Архонов, слил никуда просто. Здесь Довар хороший был, поэтому можно жить. Здесь плюс три, здесь броня первая вообще. Продолжение следует... Так, три пробки. Где они падают, эти пробки? А, фениксы прилетели, все ясно. Даже под батарейкой выпиливают неплохо. Погодите, а что, батарейка поднятых не лечит пробок, что ли, сама по себе? Вот дает. А как это вообще? Это реально, что ли, так и есть? Ничего себе, первый раз вижу такое. Так, пошла атака, проба дерется. Здесь плюс три не доделались. Ё-моё, две секунды до плюс три было пять секунд до готовности Грейда. И умудрился слиться сейчас просто за это время Крейчер. Всю армию слил. В итоге здесь Архонов больше. Дилы-то, конечно, есть. Надо отступить пробнюючка назад. Ну, проба тут броня доделать, собственно. Так, прилетает Феникса. Апсервер минус. Дарки в итоге начинают решать жёстенько просто. Дарки выпиливают всё. Надо уходить, подумал здесь Крейчер. И не ушёл основной армией. Блин. Просто ПВП какие-то жесть. Очень прям у них принципиальное какое-то ПВП получилось, я бы сказал. Слияние совершено. Настало время битвы. Так, 140, 108. Так, ну что же. Тут пятый, 162, 110. Не, ну здесь проба всё-таки бегал-бегал зад-перёд. И похоже, что победил. Я не знаю, кончился ли там матч Масса на стриме основном. Но сейчас Вердос будет скоро играть против вот пробы синенького. Потому что он сейчас выиграет. В ближайшее время это очевидно становится для меня. Ну всё, пошла атака или не пошла? Не, пошла, пошла. Ёму, зилки фрейгают вперёд. Какой хаос вообще. Давно я такого ПВП не видел. Дейзилатов много. Там тоже много. Но пробы больше. Всё, порубил клам. Там ещё и феникса обсерверов выносят, короче. 1-0 ведёт лаки. Он чё там вообще? Очумел, что ли? Как это так-то вообще? Сейчас, погоди, запилим. Чё-то я подустал уже. Вот, смотрите, рэперок здесь. Рэперочек здесь у нас, оказывается, сидит. На, на, на. На, кам辦 не Brewлоне. Их не было любой беседу. Окей, ост prosecute будет делиться дальше. То, самое главное. Конечно, все изanstитут. Пон capable-то обозговоровать... ... сделать это. так что блин за аутизм в чате вы развели прям я не знаю 6 какая-то короче меня бесит но наказывать не за что тянута бросила д х с ней они уже начали бы где кто чего вообще заинвайтите меня в игру то ее просто никто меня не инвайт никуда начали блин не успевает мог успеть что-то я туплю там задержки то нет лаки масса давай чисто американский турнир сразу видно в правом углу тэмпо пуш за темпа звучит здесь много ну неоднозначно короче а вы не видите короче вы не видите дачу там американцы сидят вот они а тут явлен просто я своим сигнала отражающим инопланетным костюмом заслонил там все изображение ребят я водички пойду даю глаза устали задолбался сейчас приду и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Так, что здесь творится-то, ребят? Так, ну кто здесь у нас что? Кто выигрывает, то вообще, что происходит-то? Так, секунду, ребят, быстренько позвоню. Я слышу музыка, как долбят сверху на дому и идти будет потом. Так, ребят. Так, проверю Battle.net, просто играют они еще или нет вообще. Так, да. Так, да. Так. 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 смотрим лаки против вас и я хз кто такой лаки и почему массу шатает вообще но значит играть умеет потому что масса вроде как неплохой тиранчик так и массы больше намного по лимиту но тут 1132 2 можно заказывать скоро будет у гейтов 3 есть плюс 5 делают 8 8 гейтов сейчас будет и архивы темпларов скоро скоро вердос начнет играть не волнуйтесь я вот не знаю правда после вердоса мне стримить что нить или нет или поспать пойти в смысле его то показать пока важен чё ряд несложно я думаю что да скорее все после вердоса я не остапануть так хорошо и морту сверху начал раздавать ребят танчику масса здесь явно разваливается насколько я вижу если блинкнуться и медивайки забрать вообще можно все убить просто было бы но медивайки что-то не забрать никак слушайте пришел масса просто слился в хлам сейчас игроков не видно я здесь игрок главный потому что я акула понимаешь как бы в этом море силе селедки нелепой вообще уже стримлю как бы 11 часов сегодня поэтому не надо меня напрягать вот так масса что грузится туда-сюда летает по лимиту в плюсе вроде просто 4 никс и 3 3 грейда делаются между прочим так на третьем тут либератор на 3 никс и 4 4 пробок застрелил просто легкую так минус либератор ну что-то закружился туда-сюда так сушки здесь 120 на 160 эти как лайки четко на призму контроля он какой-то неплохой игрок прям хорошо отыгрываю ну какой либераторов лучше ему не лезть зачем он вообще сюда лезет 3 3 грейдов нет ничего нет так щас чайли сверху Тяжело, тяжело. Нет, определенно после вердоса отдыхать. Как-то тяжело мне реально. Так, масса приходит, сейчас сам в атаку. Слушайте, ну тут масса ничего не продавит, я вам скажу. Так, нифига там пазила там прилетела, просто жесть от минок. 3-3 уже у Протса Грейда. Ну тут ЕМП и много-много юнитов. А надо Протсу лезть туда вперед вообще. ЕМП проходит прекрасно. Масса такой... Прекрасно, говорю, проходит. Ужасно ЕМП проходит. Вместо Архонов кидают по сталкерам, у которых и так палей нет. О, фигасе. Переворот, ребята. Тиран все время на 20-40 лимитов плюсе был. А тут просто приходят Лаки и на мейн, и в лоб и везде убивают, короче. На мейне просто вообще печаль полная. Ну, здесь еще пока не убил. Но 3-3 Грейды на 2-2 тирановские, собственно. И на мейне упало все абсолютно. это гаганчик ребят дальше вердос против будет против проба на главном стриме очевидный момент пишите просто такой интересный челлик вы говорите это лан ё-моё здесь вообще как бы сюрпризы могут быть также и с небом может быть принципе сюрпризы так сталкеры наверх вот там свалили вообще так вердос уже инвайт что ли меняли кто-то меня инвайт да смотрите-ка это кто это так сейчас так на твиче нету там ботов никаких вручную могу скинуть что-то что делал что делал что делал что делал ответ Так, 146, 130, да на халде, постой ты, в бараке убей просто и все. Не может никак наломиться он туда, бедняга. Архонов миллиард, тут гасты все в клам законтрили бы, но где гасты, непонятно, вообще нет гастов. Так, два архонных, он в боках везет, что ли, еще не понятно. Да, в бок двух архонов. Гасты в секунду их просто анигилируют, ЕМП плюс призму просрал. В итоге нет до варпа, короче, ну тут тиран вообще в клам перестимленный вообще. Все юниты красные, рабочий 15 опять отдал массу. Что такое творится-то, блин? Так, в игре они дадут, смотрю. Ну что, Нексус 5 есть, здесь база тоже, масса держится пока, еле-еле, но держится, ребят. Ну, если выдержит, то все нормально будет вообще. Так, что, мы говорим о том, что мы говорим о упражнениях, но мы не потеряли один важный момент. И что у нас есть? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смурфа делает странный человек Может вообще не человек Слушайте, ну вот колоссы против гастов Вот, ребят Воле был Воле В первой части второго Старкрафта Тирановский имбомикс Это чистые гасты 200 лимита 3-3 и викинги 3-3 Все, больше ничего не надо было Вот, ну вот этот микс Контрил Микс Сталкера Плюс колосса с тройками Грейдами, плюс масс-масс Доварп, потому что первый раз разбирался А ну со вторых Доварпов Ты убивал там, плюс опсы Как бы, да? Там опсы все время сбивались Здесь же я вижу, что Ну, понятно, что не то, о чем я говорю Происходит, но Здесь тоже колоссы против гастов И колоссы здесь должны Разрешить вопрос Так, ну тут Штармы есть Оуу, Штармы пошли, ребят Не, это ГГМ Асси все-таки в итоге Насколько я вижу Викинги сливаются на муви просто Что он делает? Сцеху забрал бы, да и все Сцеху забирает Поля просто даже не делает С одной стороны, казалось бы Против ЕМП Нахрена поля нужны Но с другой Поверьте, поля даже и при массовом ЕМП нужны Ведь они регенятся И не всегда не все поля ЕМП снимаются Лучше иметь все грейды Чем часть апгрейдов только Какие-то постоянные блинки от Лакекс У него высокий АПМ Он хорошо контролит За 195 на 137 Но здесь ГГНчик В оборону варпит Одних зелков Ну ты варпани сталкеров Сбей ты медиваки ЕМП Все нормально будет Так, вынесен Нейтсус Он добьет наконец-то когда-нибудь вообще Тирана или нет Это пропс Че-то пока не получает У него ничего сделать Че-то там Ё-моё, ё-моё Одними штормами все убил Без армии вообще Слушайте, это жесть вообще ГГ Масса пишет Я ХЗ, кто такой Лаки? Но Вердос думал, что Масса Лаки убьет Просто 2-0 на изичах А получилось совсем наоборот Ну а теперь Вердос против Проба должно быть Так, уходим из матча Походу новый хост будет До стопудового Рот Сеймборд Как тут еще объяснить происходящее Что-то Вердос. А-а-а-а Пересаживаться они, наверное, будут Походу, не? Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пересаживается, наверное. Пересаживается. Пересаживается. Вижу на стриме графику, что VirDoS будет играть. Сергей, почему завершились вы проф карьеру с К2 на Твичи? Зеркчик спрашивает. Всему своё время, как говорится. Всему своё время. Поиграл и харе. Да я уже и после во втором Старкрафте был у меня нормальная форма воли. Я ездил на Тулики и в Ходзе потом один момент мне захотелось побеждать всех. А потом уже всё. Там уже не было между ними. То есть так с перерывами. Он вышел бы там. Первый Старик был там. Год 2005. Второй бы тогда. Конечно, другая история совершенно была. Наверное, наверное, трудновато. Но уже для нас вышел, конечно, для старой школы в 2010 году. Уже по 24-25 лет было. Так, что на стриме-то там? Плеер стил ветуинг. Черкаю. Пока что вердовство в аккаунте пока что. Пока не буду вырубать стрим. Потому что там с музыкой идёт. Может это... Смотрите, может быть, знаете что, я... Чусь я, короче, в Counter-Strike там столько людей сможет. Жесть. Этот... Может, в Fallout побегаю пару часиков и сейчас не заснуть будет. Ага. Почему в StarCraft, а не CS? Почему CS? Играли в первой StarCraft, теперь второй. Кто-то в CS играл, кто-то в StarCraft. Кто-то в StarCraft. Кто-то в QAQ у нас. Глупо, конечно, в 2002 году в те времена, но и в 2002 интернет, как сейчас, тоже совершенно другая история была бы. На самом деле Марафон по колочу Марафон по колочу Так, ну что, все готовы Сейчас я увижу на стриме Будет ли вебка или нет Там вам покажу, если что Можно Зачем на вы-то Кто топ Европы Я топ-3 не знаю Европы, я знаю точно и топ-2 Европы Это Элизер Сирал Это просто неопровержимый факт А вот топ-3 ХЗ Кто третий сейчас на данный момент Ну вот Они, наверное, топовые Надеюсь, что могут Корейцам противостоять Так, ну что Вердос против Пробоса 0-0, поехали Плей-офф Плей-офф или нет Так, на стриме Стилвету Почему Стилвету Они что там Без задержки Что-то стримят Не понимаю Игра Приостановлена Что случилось Бразильский, короче, сервер Выдают Как они Бразилию Создать умудрились В общем, в Бразилии Свой сервер Еще, оказывается, есть А там Один киложур Я знаю Я же говорю Сираловая Бразилии Пост мне тут создали. Ну все, ребят. Надежда на вердоса. Надежду. Надежда на победу. Иначе как бы печаль. Может ли вердоса затащить победу в финале против Авила? Надеюсь, что да. Вердос, если в финал выйдет, вообще царем будет. А там уже считаю, что задача будет выполнена фактически. Ну все, поехали. Да что такое-то? Кто там Бразилию-то ставит? Е-мое. Игра приостановлена. Что у них творится? У себя выраставливая. Бразилия в натуре стоит там. Тут мы на котел. Вердос... Вердос. Вердос. Ну все. Вердос. То. Вердос. Игра. Субтитры подогнал. Вот. Субтитры подогнал. так чё там никто россии не говорит как-то никто россии не говорит да они не знают по ходу где находятся два раза хост не там сделали блин час 30 хорошему что уже херню это заниматься сделайте вот там холст где надо чудом заклина стефана топ игроков смотря какого топ чего смотри так он грэм или там неплохой вроде уровень ну не тот топ который раньше у него был конечно не вступил группу нормально еще и давайте будут шумит у меня картинка челдона 6 стоит я что-то менял вроде не укоррели дархи плавку ну тут 20 евро на на есть стефана сейчас хз надо смотреть так рекламу пильну что-то ничего не происходит хоть рекламу пилить будут бабусики рубить пилить и а и 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 Продолжение следует... Так, ну всё, наконец-то, короче. Наконец-то начинаем. Манерный, манерничает проба. Ну, проба реально очень манерный игрок. Вердос тоже на лане манерный. Навряд ли у него бомбанён жёстко. Навряд ли он будет чью-то мамку вспоминать. Ну, надо побеждать, ребят. Наконец-то мы дождались. Наконец-то мы дождались. Зовите всех сюда, нафиг. Надо смотреть эту элиту Старкрафта. Блин, что такое-то? Блин, и ни одного модератора вообще-то. Что за херня вообще? Ну, не, на лане не подгорит. На лане не подгорит. Хотя нахер там модератор, я модератор. Так, ну что же. Сисот нас людей полвторого ночи, я-мою. Видите, как за вердоса болеют прям суммарно. И это ещё так долго игры не было. Топ, чё-то канал не поддерживают. Бывает, да? Да и нафиг. У меня уже тоже скоро закончили, ребят. Вердоса матчут. И если он сейчас побеждает, то это последний матч. И сегодня... Трицать человек за стрим. Блин, не надо-то. Никого не останется тогда. Так. Как его? Если вердос победит, то всё. Если вердос не победит, то так... Кэш-десайдер будем смотреть. И лузеров будем смотреть. Надеюсь, они уже играют. Так, пилоны на луграунде и там, и там. Кстати, зыка, мода пошла пилон ставить на луграунде. Вердос ставит нехсус. А здесь... А, здесь торгейт без нехсуса получается, да? Ну, не намного позже, я бы сказал, нехсус у проба. Но... Так, у Вердоса 2 СН3 будет проба заказывать. Очень надёжный, как он билд играет. Наверное, Вердос посмотрел, что проба тогда играл в прошлый раз этот... С щелом тут нет, в Твайлайт. Не решил, что так будет оптимально. Ну, кстати, хорошо, что батареи ставят. То есть сейчас... Оракул на самом деле не должен убить много с батарейками, по идее, по идее. Но это не точно. Может и много убить. Если Вердос затупит как-нибудь. Так, пробочку в рампе держишь, чтобы заблочить пилоном. Походу. Ну, естественно. Для чего ещё? Так, Гвасталкера 2 СН3 на лоу-граунде. Открываются гейты на мэне. Оракул летит прямо через пилон. Полетит. М4 дней 55. Активирует премиум 6 месяцев. Спасибо, Мэднес. Что-то там прямо на 6. Смотрите, Оракул-то встретил. В натуре красавец. Вот на премиум сразу. Ну, полгода ему талиском стал. Квакер 3D поддержал ваш камел на 955 рублей и сообщает. Ну, ладно. Алмазный статус хоть будет. Пека. ПС Верди тащи. Спасибо, Квейкер. Ё-моё. Что-то поднимаюсь на лавая ночью, короче. Что, Гоу до утра стрим? Как этот Абер так стримил, рассказывал. И многие этому типу. Плюс час рубль. Плюс час рубль. Вот. Нет, такой хернёй заниматься не будем. Ребят, два Оракула плюс Талкера. А где Вердос и Юнит это все? Что творится-то, Вердос? Иди скорее вниз. Где с Талкера-то были? Вот они только пришли. Оракулу считается рабочим. Так, не понял. Слушайте, Вердос, чё там, про геймер, что ли? Сейчас скажут ни хрена тут уровень, короче, в России. Просто про геймеры какие-то. Сюда Фил сюда пришёл за контроль ЛПМ-400 вообще. Чё сделать-то вообще? Ничего не сделать. На мейн Сталкеров обратно увёл. Плюс один дел. Вердосности, по рабочим флюсе, да всё нормального Вердоса. Абсолютно причём. Эй, 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 Вердос, только похвалил. Чё я хвалю-то, блин? Ребята, извиняюсь. Знаю же, что хвалить нельзя. Но Оракула хоть сбил за три пробки, и то хорошо. Спасибо всем за поддержос, пацаны. Болеем за Вердоса. Я лично всей душой, как бы, чтобы затащил. Он вообще этот Турик. Нибо нагнул там просто. Нип приехал в Корею, короче. Нагнул корейцев когда-то. А Вердос приехал в Америку и покорил Америку. Главное, чтобы не зажгнался там. Жить не остался. А то выяснит, где там кормят бесплатно ещё, как останется, блин. Кто-то будет православные катки тащить вообще. Так, Оракул минус, не? Не, не минус, повезло. Ассигна активирует премиум шесть месяцев. Это чё такое? Нихераси, нифигаси тоже на шесть. Муталисков налетела в чат, ёмой. И чё тут? Хотите Серёгу Аркона, что ли, выщелнуть? Не получится ни хрена. А, Серёга Батлкрузер. Точно забыл я. И Батлкрузер не получится. Ребят, уже 12 часов на стриме сегодня, поэтому тупёж идёт конкретный, когда вот как не выспался. Так что не обижайтесь на меня. Не обижайтесь на меня, если чё. Вот. Угораю просто. Вердос тем временем Оракулов ловит, шатай. Чё там, Назбер, чё-то? Чё у вас пропёрло-то, что ли? Так, пищуга Назбер залетает. Просто я смотрю. Спасибо, пацаны. Спасибо, Армен. Тебе большое. Shadow Marine. Ну ты-то Архон, я-то Батлкрузер. Батлкрузером не потягаться так просто. Я, чё-то Мишане, блин, писал-писал. Говорю, давайте делать-то нафиг. Уже больше, чем на два года какие-нибудь картиночки, блин, на прем. Нифига не делают. Так, Вердос. Опа. Ребята, элегантный выход с двух баз. Давайте-ка всё-таки по игре пока меньше. Вердос 61 боевого против 46 оппонента его. Идёт сейчас шатать. Плюс два раньше намного. Если сейчас Вердос чётко нападёт, он должен пробу убить. Почему? Потому что него нихрена нет вообще здесь на второй, во-первых, базе. Во-вторых, Вердос позицию на халяву занял. Просто подходит сюда, получает ревелэйшн. А надо лезть вообще в этот узкий проход. Зайди ты на вторую, ё-моё, да не парься. Так, четыре зилка туда бросил, просто в атаку. Так, здесь батарейка надо больше бросать в атаку сюда. Так, принимает Вердос всё сверху. Плюс два. Здесь тоже плюс два доделаю всю пробу. Ну, здесь Вердос сделал это, и всё убил. Пробу наверх прогнал. Слушайте, походу 1-0, не? Походу 1-0. Или нет? Нет, пока ещё нет, но очень похоже на то. Да, да, варф идёт. 112-81. Пробу вниз ушёл. Иморкл отдал. Наверху там остаётся только один Иморкл, один Архонда. Зилки со сталкерами. Причём мясо абсолютно. Здесь зилок всё топчет. Ничего не осталось рабочих. Ждём ГГ от пробы, а не секунд, собственно говоря. Вердос молодец. Вердос могёт, умеет. Могёт. Так и надо с ними. Так и надо с ними, короче, ребята. Да, я тоже думал, что проб лучше... А вообще-то это лан надо учитывать. Вот Вердос тоже думал. Вердос тоже думал, что... Что этот? Масса выщернив 2.0. Лаки вот этого. Я вообще лаки не знаю, кто такой. Лаки массу 2.0 сейчас уничтожил перед Вердосом, например. Спасибо, дерзкий солдер. Так, пошёл онлайн. Упа, хеллрейзер здесь. Ну-ка, дружок, объясни-ка. А чё-то я идиот-то там, чё-то ты там писал куда-то. Незер кто тут всё рассказал. Оказывается. Корейцем ты себя почувствовал, что ли, жёстким? Или решил, что... Или ты решил, что... Твой уровень выше, чем в чатике гуся пускать в Старкрафте? Ну, это да, ты докажешь ещё на ВЦСе. Это мы ещё посмотрим, как бы. Чё там, к чему. Мне про Украину я плохие вещи не говорю вообще никогда. Потому что мне Киев очень нравится вообще. Ну, не знаю, как я побываю. Там и кастрюли головок я дурачков не люблю, конечно. Вот это да. А ты чё, защитник Украины, что ли? Я чё-то не понял, да хрена. Очень интересно. С какого-то там города. Сходи-ка туда, к этим... К правосекам-то, может, тебе штангенциркулем это померят, как бы, вот, голову твою там. А то я смотрел, я фотки твои видел, что-то ты на ориц-то не похож немножечко. Тебе не кажется так? Вот. Да я-то шучу, я угораю, я вообще не обижаюсь. Пусть Hellraiser пишет там, что хочет, как бы. Вот. Нет, дурачок, говорят, расты. Дурачок, говорят, расты. Так. Короче. Вердос, ты чё-то паришь? Просто. Вы видели, что Вердос сделал, пока я здесь леплю херню всякую? Да. Ну, фору дал, фору дал. Чё тут говорить вообще? Я помню, кто... Ну, не знаю, кто меня смотрит, лет пять уже стримы мои. Как-то давно в воле я играл с Hellraiser, я не помню. Но он в GML там был где-то вместе на 90-80, я не помню, короче. Вот, он попался мне, я ушёл, прихожу, 28 секунд, игра шла, или 38, не помню. Но я думаю, ну ладно, придётся тащить, втащил. Так и Вердосу придётся здесь тащить сейчас. Ща, ребят, я быстренько добавлю тут пацанов. Так, чтобы точно было. Так, ну что? Так, ну, не помню. Так, ребята, поверьте, короче, для Hellraiser, для всех, если бы я все, что я думаю, говорил про Политозу, про Украину и т.д., у вас бы просто и пердак бы сгорел вообще, и вам стыдно бы вообще было за себя бы очень сильно, но у меня здесь непозволительно такого, так, не позволяю себе даже, то есть, иногда бывает, конечно, высеры всякие я сделаю, кто-нибудь в чатике, но без перев... Опа, проба Вердосу Сталкера убил, вот дает. Короче. После этого рекула ситуация следующая, Вердос Сталкера пробку потерял, потерял проба только Сталкера, но и батарейка у Вердоса на мэне. Варф готов, роба готова, проверил в тылу тут что-то, Нексус, ну, чуточку пораньше Нексус чему, ну, это вообще не критично, абсолютно вообще. Блин, ну как это вообще, конечно, в рекальность вначале, это как минус мораль, просто жесть. Я даже знаю, вот как... Не, ну, с чем можно сравнить воля или входцы, например, ошибки такие, вот этот рекол, допустим. Просто 50 энергии, минус, ну, хотя, че, минус, минус буст, ну, билд бусты сейчас 50, тут прикиньте, сколько он кдшится. Это воля там 25 энергии буст был там в ходце, 25 он был, как в какое-то время, то есть... Короче, это сильный прогар на самом деле. Ну, я вижу, что вердос особо ничем не отстает, и... Нормально все. Блин, я у меня уже... Зависания какие-то начались, ребят, но... Поздновато давно я в таком режиме не стримил, именно чтобы в ночь уходить вообще, но как-то так бывает иногда, что и первый раз за последнее время постримишь так. Третий некс уже у пробы, ребят. Пожар робот Вайлайт, три здания вот этих вот различных веток после Стергейта, получается, строятся. Как веток поржает? Не веток, поржает агрейды. А вердосу что? Ну, вердосу роба есть, Вайлайт вот третьего нексуса, нет, когда вердос вообще будет. А ведь в лубас, что ли, он собрался выход делать, я че-то не понимаю, просто что вердос собирается делать. На этой карте-то куда его делать? Здесь же нексус-то карманный, блин. Сюда на рампу лезть, но это без шансов камни пробивать, но здесь тоже не очень широко, я бы сказал. Ну, разве что призма на мейн, там, как-то развести. Ну, посмотрим, посмотрим, что в этом схочи. Просто чарши, архивы тембларов, ну, то есть это похоже очень прям сильно на выход какой-то. Че там уже началось? Так, буст здесь, буст здесь, плюс два гейта, нет, плюс, плюс пять гейтов даже упроба. Вердоса плюс два раньше, это хорошо, но, я не понимаю, доколе будет две базы-то у вердоса вообще. К-3, нексус-то будет. Ну, понятно же, что уже здесь не поломишься, он вообще разведал, что там нексус-то есть. Видите, иллюзия, а, иллюзия, походу, не долетела. Так, призма у вердоса. Вот еще прикол в чем, смотрите, здесь четыре фениксы летают, у них много энергии. То есть ты, выход из эвердос пойдет сейчас просто, то есть ему либо надо что-то оставлять, чтобы отогнать это все, а блинка нет, че тут сталкерами вообще задолбаешься гоняться. Ладно, это сразу минус рабочие будут. Бля, опять, не, серьезно, что вердос двух баз хочет выходить? Да, вердос хочет двух баз выход сделать. Вот я вижу плюс по грейду великолепно у него, да, тайминг грейда намного лучше вообще. Да нет, все вердос сейчас знает, как бы, то есть... Не зря ж... Рты промочил там давно кое-кому. Вот. Теперь имеет право, во-первых, из двух баз играть, потому что... Знаете почему. Ну и третью вердос часто играет. Может быть вердос приуныл, потому что... Сделал этот тупой телепорт вначале, как бы, поэтому лезет вперед. Ё-моё, сталкера три просто идут снизу на мувер. Так, вердос заходит внутрь, внутрь сейчас, пытается камни убить. Часть зилотов отгородил вообще, пробует, пробует. Так, батарейку одну убил, вторая живет. Зилки куда-то там сзади пошли вообще, а вон... А, они зилки с зилотами бьются. Нет, провал, провал полный вообще. ГГ-1-1. Печаль. Я не знаю, что там, куда зерк пичит. Я вообще, ну, на вашем месте внимания на это не обращал. Я в конфликт ни с кем, вот, даже... Даже Рева сколько херни делал, как бы. Ну, мне это не надо вообще, на самом деле. Вот эта вся хрень, как бы... Ну, ведет он себя нормально, ну... Значит, как бы, может быть, есть шанс, что не будет так делать больше. Хеллрейзеры, все неразимы, как бы, наоборот, молодых всегда поддерживал. Я и видел неразимы в Москве, там, как бы, ну, молодняк, просто вопрос в другом. Потому что не надо всякую херню писать, как бы, то, что я говорю, я за это ответственность несу, как бы. Если я с перебором наговорю, то тогда, ну, наверняка, как бы, тема появится на форуме и т.д, как бы. Понимаете? То есть, это такой момент абсолютно естественный, как бы. И даже независимо от того, там, кто что думает, там, политоты и т.д, я за то, чтобы в СНГ, короче, ну, тащили все, как бы, тащили все. И Хеллрейзеры, и Стрэнджи, там, Эвердос, и Блайт, там, и т.д, и т.д, и т.д. Потому что, тем, чем лучше, тем всем нам будет лучше. И играть будут люди и т.д. Это ж очевидный момент. Тем более, я сам этому почти пол своей жизни посвятил. И в первом, и во втором Старкрафте. Ну, и теперь уже комментатор 100 получается, скуку летусь. В конце 10-го начал их пестримить, потом уже на это все перетекло. Вот так вот. Ну, а касаемо ЗРГ, что они, за чем там все обижается, так как бы, поменьше обижаться надо. Не, а просто и нет времени чужие стримы даже смотреть особо, что там, что-то там, этот, что-то выискивать, там, как, кто, где, что, там, прям. У меня много браковоести, ну, рассказать вещей, как его, различных там, всяких, ну, зачем это надо. ЗРГ свое дело делает, как бы, ну, то есть, неспроста же ему столько там донатить, как его. Чужие деньги ни в коем случае никому считать не рекомендую в таких моментах, но, да, счет я забыл, но, ну, то есть, Старкрафт это не про 6К ММР, это не только, как бы, это. Когда ноют на баланс люди, как бы, там, в драг металлических лигах и вообще там в каких-либо лигах, там, ну, ниже, ниже топовых, там, людей, как бы, это... Вот. Более слабые игроки. АВРК очень большую работу в этом плане проводит, то есть, он привлекает, там, турниры делает, как бы, да, там, для таких, ну, людей. То есть, это нравится всем, по-любому. У меня на это времени особо нет, как бы, для... То есть, не то, что интереса, как бы. Можно, конечно, всем этим заниматься, но... Ну, как-то хз, короче. Так, погодите-ка, смотрите, что творится-то. Я ничего не комментирую, а здесь просто Вердос играет два гейта и траливали, а проба просто хопа и проксистаргейт делает. Так, пора выдвигаться сюда. Вердоса выдвигается. Два сталкера оттуда, два сталкера отсюда. Слушайте, главное, чтобы Вердосу сейчас на халяву сталкеров проба не убил, потому что здесь такая позиция будет, не очень хорошая, на самом деле, для Вердоса. Вот, он сейчас первым по... Он первым по-лючит за Вердос! ТП, что ты творишь? Хотя, наверное, самое грамотное, что мог сделать, Вердос и сделал. Сталкер-то выжил этот даже, вообще. Так, третий гейт и призм с Тивердоса еще и агрессию здесь будет играть, получается, что самое интересное. Ну, а проба вообще ничего в Старгете не делает. Вот сейчас Оракул уже кал. Так, два сталкера пришло. Одного сталкера оставляет, просто, на мэне. Тремя пошел пробы отгонять. Ну, отогнал, соответственно. Но здесь еще приходят сталкера. Нужно аккуратнее быть в Верде сейчас, иначе можно проиграть из-за этого пилона. Просто игру как-нибудь нелепо. Ладно, хрен с ним с пилоном. Новый закажешь, да и все. Так, Оракул один есть, он полетит еще вперед. Пока Вердос не спешит вперед лететь, я бы на его месте призму бы еще не палил, на самом деле. Потому что призма, блин, сейчас будет сильно важна для пуша, для этого. Так, что-то Вердос прошел, передумал и ушел, короче. Четыре сталкера на мэне. Не надо держать четырех сталкеров на мэне. Вердос, веди одного, оставь всех, конечно, в атаку надо вести. Здесь есть призма. Призма это халявный блинг, фактически. Вот сейчас призму раскладываем, плюс три сталкера варпим. Правда, эти где-то сзади ходят, где они там ходят вообще? Вот они здесь недалеко ходят. Так, пробовать что-то минуснул там Вердос, я, кстати, не понял. Что-то он там минуснул ему. Призме конч... Ой, кончилась энергия, смотрите, в этой перезаряжалке полей. Так, возвращается Арахул. Сюда Вердос, призмус! Бля, ключевой юнит, но... Что-то Вердоса больше здесь сталкеров, намного, кстати. И блинка, нету пробы. Дефокуси сталкеров, куда же ты с пробками-то стреляешься, ё-моё? Здесь надо дожимать до конца, Вердос с пробками стреляется. Нервничать, что ли? Я не пойму, что Вердос творит вообще. Ну всё, он не задавил, а у него Нексуса нет. Прикиньте, здесь блин, появился ТГГ. Вердос в десайдере. Ну ё-моё, мы будем до конца сидеть, что тут говорить-то ещё. Дичь какая-то, а? Со второго места Вердос только выйдет. А ведь просто приди сюда, призму законтроль и убей его нафиг, короче. Призму не сконтролил, нихера не убил. Вот призму сейчас вперёд полетел. Хотя, смотрите, Вердос ещё больше по лимиту, я рано его хороню-то, кстати. Может быть и не надо ещё пока Вердос говорить, что всё, минус Вердос. Вердоса и Мортал, кстати, делается. Сейчас выбит Старгейт. Пилон здесь на Старгейте выбит Вердоса. Мортал возьмёт, придёт вперёд и норм будет всё. Так, призму не палит, и что ты будешь атаковать. Вот главное, чтобы эта призма сейчас под вот это говно не подставилась. Подсталкиваю под этих, всё нормально будет. Так, идёт вперёд, пробует. Хрена он, вот это что, вообще обнаглевший просто тип, конечно. А, он хочет Вердоса на возвращение. Так, только призму не отдавать. Только призму не отдавать. Плюс Тен-3, плюс Иммортал, плюс ещё один Иммортал. Короче, играть сейчас сюда выйдет. Надо аккуратнее Вердосу сейчас быть. Вот надо ему призму, короче, законтролить так, чтобы как на блинке его оппонент здесь разводит, так и он призму бы разводил. Спускается вниз Вердос. Сбоку обходь, призму не дай фокуснуть, братюня, Вердосик. Не давай призму фокусить. Вот если криво, блин, конётся, можно филдами его сблощить будет. Пробу, блин. Так, один сталкер. Минус не ушёл. Я бы Гвардин на месте Вердоса один бы оставил, на самом деле. Так, 41-26. Слушайте, Вердоса больше, а здесь Роба нет. Тут уже паника началась, здесь масс-батарейки просто идут. А Вердоса второе Иммортал вперёд идёт, кстати. Только, блин, Вердос не отдавай, сталкер Роб. Чё себе, Вердос реабилитируется, что ли, здесь? Слушайте, ну это элегантно пока всё происходит. У пробы Иммортал сразу же заказан. Какая-то возможность появилась. Филды надо первому Вердосу кинуть обязательно, чтобы лучше позицию занять. Иммортал фокусит, проба вперёд. Полез колимый блинк, вообще левый блинк. Вердос всё ушатывает. Пробки вышли. 41-24, вон, батарейки кончились. Вердос спасает вечер просто. Вердос уважает Серёгу. И Серёгин сон просто, и ваш сон тоже. Мы же не в Америке живём, в России всё-таки. Это потом водочки, мальчик. Когда домой полетишь, там и все дела, Вердос запросит. А так-то пока-то ещё рано. Короче, царь Вердос всё-таки выиграл. Оказалось-то всё уже. Не, ещё пока не гудбай, Америка. Ещё гудбай, Америка, только впереди. Интересно, будет ли Вердос какое-то интервью? Вердос пошёл праздновать уже, походу. На месте отсутствует, ребят. Сейчас, Вердос, погодите, не расходите. Сейчас узнаем, будет ли интервью у них на стриме. Похоже, что не будет, как бы. Вот. Может, Вердос вызовем сюда в скайп, и он объяснить, что это было вообще за шляпа такая. Если он объявится, конечно. Вот. Сколько там? 30 минут рекламу не пилил. Непорядок. Пилю рекламу, ребят. Помните про отблоки, подписывайтесь на премиум. Поддерживайте меня, мой канал обязательно. Вот. Чего смотреть? А, Вердос, слышите? Смотрите, Вердос там сидит. Где он сидит-то, не успеваю. Вердос, сегодня, 8-9 часа. Я уже не успеваю, что у меня был еще один день, чтобы мне себя в хорошем состоянии. Поэтому я использовал. Поэтому я не могу, как бы, вот сегодня. Но, да, это было просто, знаете, self-condition, которая, в самом деле, всегда может очень сильно влиять на реальные результаты в турниках. Да. Да, абсолютно. Я хотела спросить... О, да, пойдемте. Короче, Вердос, что там лепит, что... У него было время акклиматизироваться, и что-то там еще он налепил. Я начало прослушал, короче. Без вас еще один, чем мы? Вы прям, наверное, мы все-таки не были сдержанно, чтобы, по-другому, выходить на два-басы, или даже, в последний игру, по-другому, что в последний игру? и он играл в пакете. Да, это было очень хорошо. Да, это был мой ошибок в геймплане. Но обычно это работает хорошо. Я думаю, что это в PvP играть агрессивно сейчас. Я думаю, что это способ победить. Чем лучше у микро, чем меньше защиты. Короче, я прослушал про ковердос, говорит игру. Но говорит, что агрессивно сейчас играть катит. Потому что вы делаете снимки на структуры, на нескольких геймплане. Но если вы микро, вы можете использовать вашу поведение. Даже если у вас есть плюс 10% в потребности, вы сможете победить эту хорошую микро в PvP. Да. Рэйл, еще одна вопрос, что я получила, что вы решили приехать из Европы для этого ивента. Что было в Читателфе, что вы хотите приехать для этого мероприятия на Америке? Ну, я получил в США и я подумал, что это хороший план. Может быть, я должен приехать. Я начинал немного. Я хотел праздничать. Я хотел праздничать, но игроков не слишком сильная. Поэтому я решил приехать и победить. И пытаться победить лучшие игроки здесь. И пытаться победить этот турнир. Отлично. Итак, что ваш предпочтение? Вертуз говорит, что у меня виза есть, поэтому решил приехать. Я не думаю, что это будет финал. Как я понимаю, это рандом в финале. Типа, приехал сюда, с визой. Игроки не очень сильные. Буду пробовать всех победить. Финал выиграть, там все дела. Вердос там. Сию-сию. Молодцы. Нормально налепил. Да я вообще не переводил. Нафиг переводить. Там много какого-то флуда, короче, много. По-моему, левого. Так, было. Все мы это... СубтитрыOK Субтитрым Скайп хочет прилететь и рассказать нам, к чему было здесь. Так, сейчас узнаем овердосу, когда старт, ребят, по времени. Так. Так, ну что? Ребятки, вот реально, реально, в Fallout могу побегать, в Fallout могу побегать. Но в StarCraft уже голова квадратная, ну, потому что будете мне предъявлять, что я что-нибудь там не вижу, что-нибудь там не комментирую. Вот, ну, кто-нибудь там какой-нибудь додик будет что-нибудь предъявлять. Хрен, конечно, с ним, но что-то мне самому не хочется, просто подустал. Вот, подустал. Что у нас там осталось? Давайте сетку глянем просто напоследок, что там осталось, посмотрим. Ни хрена фьючер тут всех развалил, я смотрю. Овердос первое место, НИП там идет. Тут, как бы, еще много чего вообще не сыграно, еще достаточно долго все пойдет. Завтра, понятно, будет до конца гейминг, до конца стриминг. Сегодня старкрафт, все, я думаю. Да, конечно, с первой вышел, в кого уж еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят Масса или чам Да, это не очень Но надо побеждать их Если в призы попадать В любом случае с ними встречаться придется дальше Короче, ребят Стоп-старт сейчас сделаю Погодите